Воймя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. Так уж получилось, что это видео, оно как бы попадает в рубрику, которая вроде бы как давно поставлена на паузу, это рубрика «Реакция», и я не по своей воле, не по своей инициативе, конечно, записываю этот ролик, а потому что меня попросили. Ну, во-первых, в рубрику «Три вопроса» пришло такое письмо от Олега Куликова, Владыка Павел, добрый день, очень интересно услышать ваше мнение по поводу следующего видео. И ниже дана ссылка на YouTube-ролик Германа Львовича Стерлигова, ролик, правда, девятилетней давности, но я так посмотрел, по интернету этот ролик цитируют, охотно цитируют до сих пор, и используют его в определенных таких маргинальных очень кругах, связанных с альтернативным православием и так далее. Ну, а второй, ну, как бы звоночек был от моего сына неожиданно, да? Сын мне спросил про этот ролик, и я сказал, ну, хорошо, ладно, раз уже два запроса есть, стало быть, надо записать свою реакцию на этот ролик. Но прежде чем мы этот ролик начнем разбирать с вами, ну, что называется, я его, естественно, просмотрел, то есть это не будет первая реакция. Ну, потому что первая реакция это был практически непрекращающийся фейспаун, то есть я слушал и недоумевал, ну, потому что, ну, вот вроде я много лет занимался богословием, библейской текстологией, и будучи мирянином, и будучи служителем церкви, и будучи епископом. И, конечно, мне всегда казалось, что, ну, обычные такие, в общем-то, общеизвестные факты, ну, никак невозможно так интерпретировать, как это делает Герман Львович. Но потом, естественно, я подумал, ну, надо просто успокоиться и дать спокойную какую-то реакцию на этот ролик, ну, более спокойную, чем первая реакция. Тем более, что люди просят, и на этот ролик до сих пор ссылаются. В самом начале я хочу сказать, что лично к Герману Львовичу Стерлигову я отношусь с огромным уважением. Ну, вот, вызывает уважение что? Его, во-первых, бескомпромиссность, да, его искренность веры и ревность по Богу. Ну, правда, как апостол Павел пишет о своих сродниках по плоти иудеях, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Отсутствие систематического богословного знания, отсутствие многих знаний, конечно, мешает Герману Львовичу сделать правильные выводы из разрозненных имеющихся у него фактов. Ну, то есть, когда факты разрознены, их ведь можно скомпоновать, в принципе, в любую систему. И на первый взгляд это будет выглядеть даже логично. Но, конечно, я помню деятельность Германа Львовича еще с перестроечных времен. У нас, кстати, не такая уж большая разница в возрасте. Он меня старше на 7 лет. Ну, и мы с ним, кстати, почти земляки. И он родился в Самаре, а я в Тольятти. То есть, некое родство душ мы здесь, конечно, испытываем. Но я помню его деятельность в конце 80-х, в начале 90-х. Это было такое веселое юродство, ну, мамоны ради, наверное, что ли, тогда это было. Ну, потому что это был там кооператив Пульсар, потом торговая биржа Алиса. И до сих пор помню эту рекламу «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики». По-моему, это было гениально. Потом он пошел в политику, баллотировался и на пост губернатора Самарской области, баллотировался на пост президента Российской Федерации. Потом стал радикальным православным, отвергнувшим все мировое православие, как впавшее в ересь. И, с одной стороны, он стал вроде бы теперь юродивым таким, Христа ради. А, с другой стороны, тот бог, которого проповедует Герман Львович, на мой взгляд, очень мало имеет общего с Господом нашим Иисусом Христом. И в конце я об этом обязательно скажу. То есть, моя личная симпатия и мое личное уважение к Герману Львовичу все-таки никаким образом не должны препятствовать пониманию истины, если уж даже так высокопарно выражаться. Потому что то, о чем он говорит в своем ролике, ну, это не лезет ни в какие ворота, конечно же. Повторюсь, мне очень импонирует его приверженность к традиционным моральным христианским ценностям. Мне очень импонирует его интенция, желание быть верным Богу, несмотря на то, что, ну, как бы весь мир против тебя. Я не вижу ничего плохого в ценообразовании на его продукты, например, да? То есть, имеет право человек ставить такую цену, какую считает нужным. Просто многие его за это хейтят. Я посмотрел его интервью Амирану Сардару и проникся даже еще и новым таким чувством. То есть, это теперь смесь уважения, ну, и некое, что ли, ну, некое его недоумение или... Ну, то есть, мне даже жалко где-то вот его стало после того, как я это интервью посмотрел. То есть, человек, безусловно, хороший, находящийся в искреннем заблуждении и безапелляционно транслирующем это заблуждение на весь мир всеми доступными ему средствами. Ну, и чтобы не быть голословным, просто давайте посмотрим этот ролик и попытаемся, ну, что называется, шаг за шагом разобрать все те утверждения и ошибки, которые транслирует Герман Львович в этом своем видео. Ролик, кстати, залит на богомерзкий американский Ютуб. Это оценочное суждение, и поэтому, ну, никак у меня не получится его посмотреть, кроме как включив специальные три буквы под названием ВПН. Но давайте же посмотрим этот ролик. Ну, очень благостно ролик начинается. Такой зимний пейзаж, русская деревня, крест, такой импозантный мужчина с бородой в очках в таком подчеркнуто простом деревенском одеянии решительно направляется, ну, правда, справа налево. Вот нехорошо это в кадре смотрится. Я просто бы посоветовал, если вы планируете, ну, просто его оператором, монтажером, если вы планируете хорошее впечатление на зрителя произвести, то двигаться нужно, конечно, слева направо, так, как мы читаем. То есть в правую сторону. Так что вообще нехорошо идти налево, да? Как известно, налево поставит Господь козлищ, а справа будут овцы. Ну, впрочем, можно это же и трактовать как движение к истокам, да? Ну, ладно, я немножечко юродствую. Точка зрения председателя общества любителей древней письменности Германа Стерлигова. Вот мне, кстати, интересно, а почему нигде его по отчеству не именуют? Потому что вообще я вот не могу себя заставить человека просто по имени и фамилии называть. Ну, может быть, только иногда это проскальзывает. В общем, для меня Герман Львович, естественно. То есть я бы хотел с уважением к нему относиться, но, с другой стороны, ну, может быть, так принято. Ладно. Я изложу свою точку зрения. С своей стороны прошу, если я допущу в чем-то ошибки, какие-то неточности, или, может быть, я в чем-то заблуждаюсь, что я охотно допускаю, и буду поэтому очень вам признательно, если вы выведете меня из заблуждения, укажете на те ошибки, которые я допущу. Поэтому предлагаю считать это обсуждением, а не лекцией. Ну, в общем, смотрите. Вот он здесь делает такое очень интересное вступление. Типа я здесь просто точку зрения излагаю, я здесь могу ошибаться, я буду рад, если вы меня поправите в моих ошибках или заблуждениях и так далее. Но, к сожалению, когда мы дальше будем смотреть этот ролик, вот это первоначальное утверждение очень сильно противоречит выводам, сделанным в конце, выводам безапелляционным и не терпящим никакого возражения. Все в ереси, все кругом впали в ересь. Как же это так? То есть, как же это вяжется с тем, что я могу ошибаться? То есть, вот вывод в конце будет как раз о такой безошибочности всего вышесказанного. А здесь, ну, это скорее сделано для того, чтобы, ну, действительно никто не мог прикопаться. Потому что, когда начнешь указывать на ошибки и несоответствия, всегда можно сказать, так мы же в самом начале сказали, что это всего лишь наша точка зрения. Ну, и правда, конечно, за 10 лет или за 9 лет, да, мнение у человека могло поменяться. Я думаю, что оно, кстати, поменялось в некоторых частностях. Наверняка поменялось. Но не может умный человек, а Герман Львович Стерлигов, безусловно, умный человек. Вот назвать его глупцом уж точно нельзя. Так что умный человек, конечно, время от времени отказывается от своих ошибок. И я так вот очень бегло просмотрел историю эволюции его воззрений. Он действительно от многих своих ошибок отказался. Но, к сожалению, от того генерального вывода, к которому он пришел, что теперь вообще нет истинной церкви, что вот он один, и таких, как он, очень и очень немного. И вот он спасается как-то у себя в деревне без церкви, без литургии, без таинств, без всего, просто вот, ну, на своей вот ве... Это такая точка зрения очень и очень маргинальная, прямо скажем. И я бы даже сказал, еретическая. Но об этом мы, опять же, поговорим в конце. Это просто для того, чтобы вас не вводил в заблуждение дисклеймер. Дисклеймер сделан, да? Я могу ошибаться. Но вся эта лекция, а это именно лекция, она выдержана в безапелляционном тоне, и выводы в конце сделаны также безапелляционно. И этих выводов Герман Львович придерживается до сих пор. Давайте пойдем дальше. Предлагаю начать немножко издалека от Моисея. Вот появление письменного варианта священного писания. Нет, у нас будет время. Вот здесь вот святой пророк Божий Моисей получил откровение. Это была знаменитая ситуация с Неополимой Копиной. Было откровение Моисею, после чего он изложил письменно свое пятикнижие. Ему было открыто истинное священное писание, которое мы получили в письменном виде. Это было сделано на древнееврейском языке и называлась эта книга Тора. Вот здесь она появилась. Это Моисей. На древнееврейском. Первая неточность. Неополимая Купина это первое откровение Бога Моисею, которое произошло еще до исхода евреев из Египта. А Тору откровение записанное Моисей получил, начал получать на горе Синай уже после исхода. То есть спустя много лет после Неополимой Купины. Вот здесь у Германа Львовича, когда ему выгодно, у него все спрессовывается в какой-то один момент. А когда выгодно, он там начинает скрупулезно высчитывать даже какие-то мелкие несоответствия в хронологии. Вообще, само название вот этого ролика библейская хронология. Ну уж, если ты занимаешься хронологией, то не надо вот так слеплять события, между которыми десятки лет происходят. Впрочем, может быть, кому-то покажется, что я придираюсь, но это вот говорит о точности, которую пытается вроде бы отстаивать Герман Львович, при этом допуская округление, неточности, допущение. И на основании этих неточностей и допущений делаю выводы космического масштаба и часто, к сожалению, как по другому поводу сказанного Булгакова, космической глупости. Повторюсь, не потому, что он не умен, он умен. Но здесь случается по старой песенке авторства Юлии Кима. Шили плотники штаны, вот тебе и брюки, пели песенку слоны, вот тебе и звуки, лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер. Герман Львович отлично умеет зарабатывать деньги. Вот было бы глупо, если бы я учил его ценообразованию, сельскому хозяйству, умению извлекать прибыль или еще что-то. Но когда человек, не будучи специалистом в богословии, в библеистике, в библейской текстологии, не получив систематического скрупулезного образования, пытается что-то нам рассказать, это неизбежно приводит к невероятным выводам космического масштаба и космической же глупости. Увы, это всегда так. Спустя значительное количество времени Тора увеличивалось в размере, добавлялись пророчества, добавлялось изложение событий, такие как исход. В таком виде Тора несколько увеличившихся в размерах дошла до Птолемея братолюбца. Это вот фейспалм, ну, погодите, до Птолемея братолюбца, сейчас, погодите, я не могу, ладно, дошла не Тора. Тора это пять книг авторства Моисея. Действительно, они писались Моисеем на протяжении всей его жизни. И действительно, даже, притом, после смерти Моисея окончание пятой книги Торы второзаконие даже дописал Иисус Новин. То есть, но это Тора, пять книг Тора, это пять книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и второзаконие. Я говорю русские названия, даже не буду мучить вас и приводить еврейские. Слово Тора, означает закон. Но действительно, после того, как умер Моисей и умер даже его ученик Иисус Новин, появлялись пророки и они писали другие тексты священного писания, иудейского священного писания, но это уже не Тора, потому что вот то, что мы называем Ветхим Заветом, у евреев называется Танах. Танах состоит из трех частей. Тора пять книг Моисеевых, Невиим пророки и Ктувим писание, а все вместе называется Танах, ну, потому что у евреев не было огласовки, они очень любили акронимы, ну, такие вот сокращения, то есть что такое Танах, это по первым буквам Тора, Невиим и Ктувим, ну, или Ктувим, Танах, Танах, там примерно одинаково это произносится, а раньше еще и одинаково писалось. Танах это ТНХ, Тора, Невиим, Ктувим, то есть Тора это часть Танаха, А Птолемей Второй, конечно, его называют братолюбец, ну, это какой-то кошмар, конечно, но он Птолемей Второй Филадельф, действительно, вот здесь я даже понимаю, почему он использует ну, такой нарочитое, очень древнее, действительно, в некоторых древних текстах на русском языке Птолемей называют братолюбцем, некоторых там Птолемеев называют отцелюбцем и так далее, почему-то кстати, вот отец Птолемея Второго, он по-гречески называется Птолемей Первый Сотер, ну, Спаситель, да, даже в древних русских источниках, так, немножечко, ну, потому что Птолемей Спаситель никто не пишет, то есть Птолемей Сотер, там, именуемый Спасом его переводят, ну, с чего вот нужно обращаться к архаичным каким-то абсолютно неакадемичным именованием, если есть название Птолемей Филадельф, ну, по-гречески это действительно вроде бы братолюбец, но есть нюанс, дело в том, что там все время будет вот Герман Львович о Птолемее говорить, ну, как бы вот как о человеке великом, ну, таком хорошем, потому что он ведь заказал перевод Септуагинты, почему-то он умалчивает об одной пикантной особенности, дело в том, что по-гречески Аделфос брат, а Аделфе сестра, и на самом деле Птолемей Филадельф это не братолюбец, а сестролюбец, дело в том, что он женился на своей родной сестре, это был инцест, который возмутил, кстати, даже древний мир тогдашний, его называют Филадельфом, потому что он женился на сестре, а потом, после того, как она умерла, он ее и обожествил, и вот это изображение богов, брата и сестры, венчавшихся небесным браком, ну то есть он грешник, язычник, человек, который впал в инцест и так далее, для чего ему нужна была Септуагинта? Вовсе не для того, чтобы в ней черпать истину, заказ был продиктован обычными честолюбивыми намерениями, он действительно был правителем Египта, он собирал знаменитую Александрийскую библиотеку, и, конечно, Тору, Невиим и Ктувим, то есть Танах, весь Ветхий Завет, читали евреи, еврейская диаспора была значительной частью населения Александрии, и, конечно, нужно было иметь этот священный текст, понятный в переводе для всех язычников, мало ли что там, вдруг это экстремистская книга какая-то, мало ли что там написано, нужно, чтобы был перевод на греческий язык, это в Советском Союзе так все зарубежные песни заставляли переводить и текст так, ну, как бы, литовать. Понятно, что это был заказ, в первую очередь, политический, во вторую очередь, культурологический, но еврейская диаспора действительно отнеслась к этому с большим энтузиазмом, потому что действительно многие евреи рождались уже вне Палестины, это евреи рассеяния так называемые, и для многих еврейский язык уже давно не был родным, а греческий язык был лингва франка, то есть язык, на котором все говорили свободно, как русский язык в советское время, то есть в любой союзной республике, худо-бедно все говорили по-русски, читали по-русски, в школах преподавался русский и так далее, вот такой же статус древнегреческого языка был в древних странах Средиземноморья, но Птолемей сестра любец, уж если так, ну, поэтому, кстати, в академической науке принято смягчать и говорить, что он филадельф, ну, конечно, он не братолюбец, он сестролюбец, так вот, Птолемей сестролюбец действительно инициировал перевод Танаха, а не Торы, Тора, это только пять книг, а Танах, вот интересно, сколько книг в Танахе, это большой вопрос, это вопрос канона Ветхого Завета, о котором мы поговорим еще чуть позднее. и братолюбец Толемей это было 5245 год от сотворения мира и здесь Тора с древнееврейского была переведена на древнегреческий язык, на, ну, просто скажем, на греческий и называется это Септуагинта, это перевод на греческом языке Тора называется Септуагинта, Септуагинта. Вот почему это 5245 год? С чего взята эта цифра? С чего? Понятно, Герман Львович наверняка сможет объяснить, откуда он эту цифру взял, но на самом деле вот для него очень важен вопрос хронологии, но он берет одну из версий летосчисления от сотворения мира, да, она действительно потом будет разниться и в Септуагинте, и в еврейских текстах масорецком, и даже в некоторых вариантах Септуагинта она будет разниться на самом деле, потому что вопрос хронологии, я вам сразу скажу и открою все карты, он для Бога совершенно не важен, Бог властелин времени, Бог не подвержен нашим календарям, Он вообще живет вне времени, поэтому наши хронологии, в них всегда есть ошибки, описки переписчиков, древние числительные, кстати, буквами обозначались, очень часто можно было спутать, что-то неправильно прочесть, и эти ошибки иногда тиражировались и так далее, вообще ошибки в летосчислении это самые частые ошибки, найти там какую-то истину, в принципе, невозможно истину в кавычках, поэтому да, всегда есть допущения, иногда довольно серьезные, плюс-минус 10 лет это нормальные еще допущения, ну или погрешности в определении хронологии древних событий, а то и 50 и 100 лет могут считаться допустимым таким уровнем погрешности, поэтому 1245 год от сотворения мира, ну извините меня, это вовсе не константа, это одна из древних версий, которую Герман Львович почему-то никак не корректирует, не историю появления вот такого счисления и так далее, потом Септуагин ведь тоже не в один год появилась, сначала действительно перевели Тору, то есть пять книг Моисеевых, потом перевели остальные книги еврейской Библии, при этом что как раз вот состав этой Септуагинты очень разный, потому что еврейская община Александрии включила в перевод Септуагинты те книги, которые иудейская община, а это было еще до христианства, иудейская община в Палестине считала ненастоящими, но тогда это никак невозможно объяснить антихристианским влиянием, в Палестине евреи не считали эти 11 книг там, которые перевели и они вошли в Септуагинту, а по другим версиям там не обязательно даже еще 11, там может быть больше, но это было задолго до Христа, то есть у евреев не было точного понимания о том, сколько книг должно включаться в тонах, насчет Торы, да, Тора было 5 книг, а сколько пророков должно быть, включать ли книгу пророка Варуха, например, да, сколько книг в писаниях, сколько книг написал Ездра, одну или три, палестинские иудеи считали, что одну, а Александрейские, что не одну, но самое главное, мы не знаем, как выглядела Септуагинта в ее первоначальном варианте, у нас просто нет этого текста, Септуагинт в переводе означает перевод 70, потому что было 72 толковника, которые по требованию царя Александрийского Птолемея Бартолюбцы были приглашены из Израиля, и они осуществили перевод Тора с древнееврейского на греческий, в связи с тем, что появилось уже огромное количество празелитов, то есть неевреев, которые веровали в истинного Бога, и им требовалось на греческом языке изложение священного писания. И таким образом мы получили священное писание благодаря вот этим 72-м переводчикам, в том числе, кстати говоря, святому Симеону, богоприимцу, который участвовал в этом переводе, и который даже усомнился в истине, там было написано «Се дева зачнёт сына, се дева зачнёт и родит сына и нарекут ими ему Иисус». И он подумал, как дева может зачать сына, и хотел зачеркнуть деву, стереть дощечкой, и написать «Жена». И тогда ему явился архангел Гавриил, который удержал его руку и сказал «За то, что ты не поверил словам Священного Писания, ты будешь жить и не увидишь смерти до тех пор, пока не примешь на руки того сына и не увидишь ту самую деву». И потом, спустя почти 300 лет, который прожил Симеон в наказании за свою неверие, он принял как раз на руки Христа, когда Богородица и Иосиф принесли его в храм в Иерусалимске. Таким образом появилась Септуагинта. Это вот два, это греческий, это на еврейском. Это равно, то есть, это безупречный перевод с еврейского на греческий, который был признан церковью и ветхозаветной, и новозаветной, ни у кого никаких сомнений на счет не было. То есть, история умалчивает о малейших недостатках этого перевода. Вот это не равно, еще раз, Тора, это пять книг, а Танах, это палестинские, евреи считали, что это 39 книг вот в современном таком нашем церковном изложении. У евреев они были некоторые там соединены в одно, поэтому у евреев это было 24 книги, а у александрийских евреев количество книг было гораздо большим, чем 24. Более того, у александрийских евреев некоторые эти книги были разделены на две, например, книга царств была разделена на две книги, ну, просто чтобы это была не одна, а две, так удобнее было на свитках, или книга Самуила тоже была разделена на две. Таким образом, у александрийских евреев было 50, а то и больше книг в Танахе. Кроме того, это были еще и дополнительные книги. Но самое главное, евреев это не смущало, поэтому, хотя Септуагинту действительно, как перевод, делали евреи, приглашенные из Палестины, но им дали большее количество книг для перевода, и они их перевели с иврито на древнегреческий язык. И Септуагинта содержит в себе как минимум 50, а в некоторых изводах и больше книг. Это александрийский вариант Танаха, александрийский еврейский канон Ветхого Завета. И здесь совершенно ни при чем там антихристианские моменты или еще как-то, потому что все это было до еще Рождества Христова, это был еще истинный Израиль, народ Божий, который обладал истинной верой и так далее. Но по вопросу количества книг действительно они расходились и не сильно по этому поводу переживали. У иудеев в Палестине было 24 книги, ну или если их разделить как бы вот по подходу септуагинты, это получится 39 вот наших 39 книг, потому что в современной Библии разделение ветхозаветных книг на отдельные книги, оно по септуагинте идет, да? То есть 24 книги евреев это 39 книг по септуагинте, но у александрийских евреев все равно их было больше, как минимум на 11 штук, их было 50, но даже некоторые списки, древние списки септуагинты содержат больше, чем 50 книг. Тору действительно перевели при Птолемее, остальные книги допереводили потом. Про Симеона Богоприимца, да, это действительно предание церкви, что он был один из 70 толковников, да, и он больше 300 лет прожил, пока не узрел Христа младенца. Да, это такое предание действительно есть, и оно отчасти изложено даже в тексте Нового Завета. Но вот дальше начинаются фантазии. Септуагинта была принята всей церкови. Не существует никакого единого текста Септуагинты. Кроме того, переводов Ветхого Завета, Танаха, на греческий язык, было сделано несколько штук. Это был перевод Акилы, это перевод Симаха, это перевод Феодатиона. И разные версии Септуагинты испытывали на себе влияние и этих переводов. Переписывалась Септуагинта, в нее вносились тоже правки взятые из других переводов. Она сверялась с разными древними еврейскими текстами. Например, Иероним Блаженный знал как минимум три варианта Септуагинты, а он жил уже на рубеже 4-го и 5-го века. То есть в 4-м 5-м веке не было единой это уже наша эра, от Рождества Христова. То есть еще даже в 4-м или 5-м веке не было единого текста Септуагинты. Иероним говорит, что он располагает тремя разными большими вариациями текста Септуагинты. Когда он пытался переводить вульгату, он это делал и с еврейского текста, и сверялся с тремя разными вариантами Септуагинты. То есть по всей христианской церкви ходило много вариантов Септуагинты. Там всегда будут разного рода текстологические расхождения. О том, что был какой-то единый, как под копирку, везде существующий текст Септуагинты, это миф, это ложь, это неправда. На Востоке во 2-3 веках еще ученый, антиохийский ученый Лукиан начал работу по стандартизации текста Септуагинты. В результате его деятельности, деятельности его учеников получился так называемый Константинопольский текст Септуагинты, Константинопольская версия или Византийская версия Септуагинты. Но она не стала единой или даже сколь бы угодно преобладающей в христианской церкви, потому что даже вот мы сравниваем текст Септуагинты Александрийского кодекса, Ватиканского кодекса, Синайского кодекса, и там все равно будут расхождения, иногда даже значительные. Но людям незнакомым вообще-то с библейской текстологией это может показаться странным, ну типа как же это так, есть текстологические расхождения, но это не страшно, на самом деле Бог допускает это, потому что он Духом Святым сам присутствует в церкви, и именно церковь столб и утверждение истины, церкви дано это право в лице коллегии епископов определять истину, потому что Христос сообщил истину апостолам, апостолы передали ее епископам, она зафиксирована в Священном Писании, в книгах Нового Завета, церковь акцептировала действительно и Ветхий Завет, но вот, например, вопросы канона, границ Ветхого Завета, сколько там книг, в разных христианских церквах решается очень по-разному, поэтому, например, в Эфиопской Православной Церкви всего в Библии, например, что-то около 80 книг, у протестантов 66 книг в Библии, у католиков 77, у православных 66-77, смотря в какой период и так далее, в Армянской Церкви другой порядок книг и другое количество, в Коптской третье, вот, на самом деле, почему это не так важно, потому что Бог выше наших человеческих ошибок, Бог есть истина, а не наша способность точно передать там что-то безошибочно, что-то скопировать. Ошибки переводчиков и переписчиков неизбежны. Кто-то букву неправильно увидел, кто-то ослышался, потому что иногда записывали на слух, то есть один чтец читал, а несколько переписчиков переписывали. Так тоже бывало. Я преподаю, у меня есть целый курс текстологии, где мы подробно рассматриваем, как ошибки могли вкрасться в текст, как переписчик иногда не намеренно ошибался, а иногда намеренно хотел что-то там устранить, какое-то противоречие и так далее, и вносил изменения в текст, потому что ему казалось так удобней. Ну, то есть так будет понятнее читателю. И попытка реконструировать текст септуагинты это серьезная задача, первоначальный тот текст септуагинты это серьезная задача, которая все-таки не имеет решения. У нас нет автографа вот того самого папируса, на котором писали эти 70 толковников. Так что то, о чем здесь говорит Герман Львович, это благочестивая выдумка. И чуть позже я покажу примеры, где точнее один вариант, а в другом случае точнее другой вариант и так далее. Давайте послушаем дальше. История умалчивает о малейших недостатках этого перевода. Вот история умалчивает о малейших недостатках этого перевода. Ага, только в четырех разных версиях септуагинты совершенно по-разному может даваться и хронология, и написание отдельных географических названий, и целые фразы меняться там. Ну, слушайте, кошмар, конечно. Вот здесь вот произошло воплощение Господа нашего Иисуса Христа, потом Рождество его, потом распятие и воскресенье. Это вот Иисус Христос. Иисус Христос. И после его воскресения Христа прошло еще сорок лет до разрушения Иерусалима. Здесь я немножко не точно не пропорционально нарисовал, тут вот больше, тут меньше, но не важно. Вот здесь разрушение Иерусалима, назовем это Тит, потому что Тит сын Веспасиана командовал войсками в результате осады, которая была разрушена Иерусалима. Ну, хорошо, да, это, допустим, правильно, хотя уж если ты рисуешь хронологию, уж можно как-то в масштабе подготовиться и в масштабе все это дело нарисовать. Ну, ладно, он здесь оговаривается, что я не в масштабе рисую, ну, в принципе, да, хотя очень странно, а почему это он так себя здесь извиняет? То он там погрешность в 8 лет считает небывалым отступничеством позже, а тут он такую погрешность себе позволяет и ничего, ну, ладно, типа, это же не важно. То есть налицо противоречия, нелогичность, то есть себе он извиняет, значит, себя он извиняет, когда он там пропорции не соблюдает библейской хронологии, а бедных там хронистов древности он, конечно, не извиняет, хотя у него сейчас масса есть и документов, и способов хронологию проверить, а у них-то всего этого инструментария не было у древних хронистов, но им не извинительно это, а мне позволительно, хочу в масштабе рисую, хочу не в масштабе рисую, пожалуйста. И за этот период, за эти 40 лет появились Евангелия, Евангелия от Марка, от Луки, от Матфея, и множество евреев, убежденные проповедью апостолов и Евангелием, истинными Евангелиями, стало веровать во Христа, стали христианами, и синагога стала терять свою паству. После того, как произошло наказание евреев за распятие Бога, человека, Иисуса Христа, и был разрушен Иерусалим, и уничтожены миллионы евреев в наказание за такое страшное преступление, и когда это все закончилось, раввин Акиб, один из немногих оставшихся в живых раввинов, подошел к Титу и просил разрешения открыть синагогу в Яфе, потому что синагог не остались, они тоже были все разрушены, и Тит разрешил, и раввина собрал учеников и занялся в синагоге в Яфе редактированием Торы. Здесь уместно вспомнить еврейский анекдот старый про то, что правда, что Рабинович выиграл миллион долларов в карты, правда, только не Рабинович, а Шифаревич, не в карты, а в домино, не миллион долларов, а три рубля, и не выиграл, а проиграл. А так, в общем, все правда. Даже не знаю, с какой стороны начать. Во-первых, Равин Акиба никогда с Титом и с Веспасианом переговоров никаких не вел, ни его это было делом язычниками гнушался. Во-вторых, он никогда не занимался редактированием Торы. В-третьих, он никогда не был в Яфе, Равин Акиба был главой Ешивы, то есть школы в Бнейбараке, в центральной части иудеи. Да, Равин Акиба, или Равин Акива, Акиба, он был одним из руководителей Синедриона в Ямни, или в Явне, или в Ямне, по-разному это опять же называют, но это не Яфа, конечно. А Синедрион в Ямни созвал не Равин Акиба, а Яханан Бензакай. То есть, это другой Равин вообще. То есть, тут все смешалось в доме Аблонских. Это какая-то невероятная мешанина из древних событий. Ну, ребята, ну, откройте, пожалуйста, любой учебник истории, что ли. Ну, я понимаю, что все курили букварь в школе, но как-то надо все-таки во взрослом возрасте проверять источники. Равин Акиба решил заняться редактированием Торы. Что? Вы с ума сошли? Его бы камнями побили свои же ученики, если бы он заявил, я буду Тору редактировать. Эти равины были строгими, строгими книжниками. Не дай бог ты одну букву в Торе изменишь, зараза. На тебя такое проклятие пойдет от Всевышнего. Чем занимались они? Они занимались толкованиями Торы. Вот это да. Изменять текст Торы, пятикнижей Моисеева, им бы даже в голову не пришло. Это был бы с их точки зрения такой страшный грех. Так вот, Иоханн Бен Закхей действительно говорил с Веспусианом, когда Иерусалим был осажден и разрушен. И вот Иоханн Бен Закхай, а не равин Акиба, действительно добился разрешения изучать Тору, ну, то есть закон. Дело в том, что вот ортодоксальные евреи, они действительно Тору, пять книг Моисея, считали самым главным словом Божьим. Садукей вообще не признавали остальных книг Танаха, пророки, писания, вот эти псалмы всякие, там и так далее. Вот, это для них было несущественно. А вот Тора, пять книг Моисея, это да, но Тора не равна Септуагинта. В Септуагинте и может быть и пятьдесят книг, и даже шестьдесят, и даже больше книг, смотря, какая Септуагинта. А Тора это пять книг. Все, значит, вот. И, конечно, книжники, евреи, они в первую очередь изучали Тору. Все остальное они считали производно богодухновенными текстами, то есть, как бы толкующими Тору. Поэтому и раввин Акиба и Иоханн Бензакай, они были толкователями Торы. Они, да, придумали множество разных толкований. Было много разных еврейских толкований. Мишна, Демара, ну, то есть, вот Талмуд был потом составлен, да, то есть, это же, в общем-то, процесс издревле начался, а вовсе не потому, что много евреев стали христианами. Нет, просто у евреев вопрос вообще выживания и национальной идентичности. Иоханн Бензакхай просто боялся, что евреи исчезнут как нации, если лишатся Торы. Поэтому менять Тору, боже упаси, для них это был страшный грех. Тору они знали, что называется на острие иглы, то есть, вот свиток, да, то есть, ты прокалываешь иголкой этот свиток, и ты точно знаешь, вот ты проколол здесь сейчас одну букву, и ты точно знаешь, какие слова на каждом слое пронзила эта твоя игла. То есть, они не просто наизусть знали Тору, они ее знали ну просто досконально. При том, что текстологических версий Торы тоже было достаточно, и разночтений было достаточно, и в каждой ешиве были свои свитки Торы, и иногда, если их можно было бы сравнить, то там бы обнаружились разночтения и в еврейском тексте. Это было неизбежно при переписывании от руки. Да, эти ошибки, да, эти разночтения, не были какими-то уж очень принципиальными. То есть, это не касалось там фундаментальных различий веры, да, там, например, нигде бы не было сказано, что богов несколько, там, а не один бог, ну и так далее. То есть, это были такие разночтения. Обычно в правописании имен, в добавлении какой-то буквы, в пропуске буквы, перестановке слов местами, обычно вот 70% всех разночтений, они такие. Ну, то есть, типичные ошибки переписчика. Ну, когда у тебя взгляд упал на одну строчку, а ты переписываешь другую, и ты что-то оттуда скопировал. Я, кстати, до сих пор преподаю древнегреческий язык, и у меня студенты в домашних заданиях регулярно, даже при наличии компьютеров, делают подобные ошибки, переписывая задания. Начало предложений берут из одного значит предложение, а конец из другого. И, опа, а потом не могут объяснить, как это так получилось. Ну, ночью был уже, устал там и так далее. Так вот, не Рабин Акива, а Иоханн Бен Закхей добился у Веспасиана разрешения созвать Синедрион в Евне или в Емни, а не в Яфе. Ну, серьезно, что ли, в Яфе? Ага. Яфа это современный Тель-Авив, если можно так сказать, да, это портовый город. А Ямни это 24 километра к югу. Для Израиля это большое расстояние. Ну, просто посмотрите даже на карте, где Тель-Авив, а где Явни. Ну, ребята, ну, так же нельзя. Ну, нас совсем, что ли, всех за идиотов держать? Причем он редактировал Тору не вот эту, не Септуагинту, потому что она была на греческом языке, и она к тому времени разошлась уже по многим странам, народам, и множество было списков, бесчисленное количество, возможно было уже изменить. Он стал редактировать ту Тору, которая была, как бы, ему подвластна, потому что он был евреем, и на территории уже тогда разрушенного Израиля при малом количестве относительно народа, то есть это было возможное изменение. Каким образом вы в своем уме Септуагинта, которая 300 лет назад появилась, и Тора, которая появилась полторы тысячи лет назад, что больше должно было распространиться, и что существовало в большем количестве списков? Тору тоже невозможно было изменить, и это было просто невозможно даже представить себе. Никто бы из них не решился хоть одну букву или йоту в Торе изменить. Это был страшный грех для иудеев, и для раввинов в том числе. Повторюсь, они занимались толкованием, а на Синедрионе в Ямни они еще и определяли вот эти вот границы, так сказать, Танаха, то есть они определяли канон Танаха, канон Ветхого Завета. И да, действительно, Синедрион в Ямни принял так называемый иудейский палестинский канон, согласно которому Ветхий Завет или Танах состоит из 24 книг. Но поскольку некоторые книги, известные нам в Ветхом Завете, там как бы слеплены в одну, например, Первая книга Царства и Вторая книга Царства это одна у евреев книга Самуила, а Третье Царств и Четвертые Царств это у них книга Царств одна, ну и так далее. Поэтому вот в современных Библиях считается, что вот иудейский канон, принятый на Синедрионе в Ямни, содержит 39 книг Ветхого Завета. А в Септуагинте их не 39. По некоторым версиям Септуагинты их 50, то есть плюс 11 второканонических книг. По другим версиям Септуагинты их больше и так далее. Стандартизация текста Септуагинты, кстати, произошла только в средние века уже, но никак не раньше 11-12 веков нашей эры уже после Рождества Христова. Никакого единого текста Септуагинты на тот момент не было, правильно? Герман Леоич говорит, она разошлась в разных списках по всем концам тогдашней Римской империи и, конечно, единого текста Септуагинты не существовало, как, впрочем, и единого текста Торы тоже не существовало. Но даже версию Синедриона в Ямни, председательствовал там, кстати, не Раби Акива и не Раби Акиба, а Иоанн Бензакхай, он был председателем этого Синедриона, он же договорился с Веспусианом, и под его председательством был сформирован Иудейский канон, но этот Иудейский канон сами евреи не везде признавали. Александрийская, например, община еще долгое время вполне пользовалась Септуагинтой и так далее. Обязательным Иудейский канон для евреев стал гораздо позже, как раз в эпоху Масоретов, как раз благодаря стараниям Масоретов, которые жили 500 лет спустя, о чем вот сейчас тоже скажет Герман Львович, почему-то слепив все как бы в одно. Нормально для хрониста, да? Он взял вот эту Тору и стал ее редактировать. Для чего он это делал? Он это делал для того, его мотивация какая была, для того, чтобы предотвратить уход евреев в христиане. То есть, ему надо было сделать Евангелие, которое вот здесь появилось, Евангелие, неправдоподобной книжкой. То есть, книжкой, которой образованные люди не должны доверять. И он для этого стал не Евангелие менять, он не мог этого сделать, потому что это была христианская книжка, они как бы гнушались этим. Он стал менять Тору, потому что в Евангелии десятки ссылок на Тору. Ссылается и Господь, и апостолы, и евангелисты ссылаются на Тору, на закон, на пророчество. И он взял из Торы все это и стал убирать. И таким образом эти ссылки подвешивались в воздухе и получалось, что потому что все требует времени, чтобы забылась старая Тора и новая Тора уже не соответствовала бы Евангелии. Получилось бы, что Евангелие ссылается на несуществующие места Тора и то есть не имеет подтверждения в Ветхом Завете и в законе. Хотелось бы хотя бы один пример, чтобы Герман Львович привел. Но, конечно, примеров таких не будет. Чтобы какие-то тексты были из Торы именно из пятикнижей Моисеева убраны, такого нет. Ну, просто нет. чтобы кто-то ссылался именно на Тору, а эти тексты были убраны из еврейского текста, но содержались бы в Септуагинте, например, такого точно нет. Именно поэтому Герман Львович конкретных примеров нам так и не приведет. Ему важна вот какую-то свою мысль, что почему-то Рабин Акиба, хотя он не был инициатором Синедриона в Емни, чего-то там подредактировал. Ничего он не редактировал, еще раз повторю. Действительно, различия между Септуагинтой и между еврейским текстом, прото-еврейским текстом, будут неизбежно, как и всегда, будет разница между оригиналом и переводом, особенно если перевод смысловой. Например, англичанин скажет How do you do? И понятно, что ни один переводчик не будет это переводить на русский Как делать ты делать? How do you do? Ну, то есть, это получится на русском Билли Берда. Один переводчик переведет Как дела? Другой переводчик переведет Здравствуйте! Хотя в первоначальном тексте совершенно ничего о здоровье не говорилось Ну и так далее Это вообще проблема перевода Но и тот и другой перевод будут по сути правильными Хотя один будет вербально эквивалентным другой динамически эквивалентным и так далее Понятно, что септуагинты и еврейский текст друг от друга отличаются Но я вам как библиист говорю, что, конечно, меня текст Торы редактировать текст Торы не было задачей у тех раввинов Максимум, что они могли делать это брать разные тексты Торы и каким-то образом гармонизовать их между собой разные списки разные манускрипты и пытаться реконструировать текст Торы Возможно также, конечно, что они давали предпочтение какому-нибудь такому варианту текстовому который был бы более выгоден иудеям чем христианам такое вполне возможно но менять текст Торы они не могли по определению и уж, конечно, меньше всего их тогда заботило то, что многие иудеи стали христианами на тот момент массовый исход иудеев в христианство уже прекратился церковь уже отмежевалась от синагоги массовый переход евреев в христианство случился раньше как раз в 30-е 40-е 50-е ну, отчасти 60-е годы первого века но после 70-го года 70-е 80-е 90-е годы это время распространения христианства уже по римской империи когда ко Христу массово стали обращаться вчерашние язычники а переход иудеев в христианство стал минимальным об этом свидетельствует уже даже полемические сочинения апологетов 2-го века например диалог с Трифоном и иудеем то есть к тому моменту евреи уже с большим трудом переходили в христианство да, многие раввины ставили перед собой цель опорочить христианство раввины не любили христиан это правда там где это было возможно иудеи воздвигали на христиан гонение позже христиане платили им той же монетой кстати в общем все смешалось не только в доме у Аблонских но и в голове Германа Львовича Стерлигова Тора это ветхий завет чтобы понятно было Тора и ветхий завет это синонимы нет еще раз Тора и ветхий завет это не синонимы ветхий завет это тонах Тора не виим ктувим или кетувим Тора это часть ветхого завета малая часть ветхого завета всего лишь первые пять книг ветхого завета нельзя с такими допущениями вообще производить впечатление человека хоть сколько нибудь разбирающегося в библеистике в истории библии и так далее вот это Тора и вот это Тора и ветхий завет это синонимы то есть я вот это не оговорил нет одно и то же разные названия одних книг это вот отсюда искривленные искаженные и неправильная Тора то что написал раввин Акиба то есть это не библия а лжебиблия которая была изменена для того чтобы обмануть христиан или потенциально христиан таким образом раввин Акиба сохранял еврейский народ внутри синагоги не давая им обратиться к истинному Богу говоря что это был не мессия Христос прости господи это обманщик мышах еще впереди и вот для того чтобы доказать что Христос обманщик и было подделано Тора нет для того чтобы доказать что Христос обманщик евреи придумывали там всякого рода мифы таледота Иешуа так называемая о том что Мария согрешила с римским там сотником пантеры что он не Иешуа бен партенос а бен пантерос на самом деле то есть не сын девы а сын пантеры и так далее придумывали безумные разные истории про Иисуса Христа мерзкие богохульные это правда но текст Торы священный текст для каждого иудея никто бы из них даже не решился редактировать или менять да они действительно ну делали как бы такую компиляцию да то есть они занимались текстологией точно так же как ею занимался блаженный Иероним Стридонский уже с текстами Библии Лукиан Антиохийский с текстом Септуагинты да там и так далее то есть все имеющиеся в их распоряжении рукописи сверялись выверялись и приводились к общему знаменателю это все равно что евреи кстати сегодня обвиняют христиан в том что они переделали Септуагинту так чтобы найти там доказательства мессианства евреев и это тоже глупое совершенно утверждение со стороны иудеев никто из христиан переделывать Септуагинту бы не решился и евреи и христиане очень трепетно относились к Писанию к Слову Божьему переделывать что-то намеренно с целью что-то исказить это было невозможно да некоторые переписчики что-то переделывали пытаясь что-то ну типа улучшить или объяснить иногда даже там какие-то объяснения писали на полях а следующий переписчик это включал эти объяснения в оригинальный текст такое тоже бывало и в Ветхом Завете и в Новом такое случалось сплошь и рядом но именно реконструкция первоначального текста это задача всех текстологов как иудейских так и христианских злой умысел против христиан у иудеев был но реализовывался он совсем другими способами ее на нее долго никто не обращал внимания кроме евреев сначала евреи не обращали внимания потому что все помнили еще настоящую Тору потому что у евреев с детства изучали Тору и все ее знали ну так же как сейчас знают там я не знаю что привести в пример ну хорошо знали но потом прошло время это было в обороте этого не было в обороте септуагин это было на греческом языке в других странах и Тора стала привычной Торой для евреев для синагоги это сейчас главная книга священная книга синагоги вот это вот Тора Равина Акиба Масоретская редакция вот опять ну Масоретская редакция я что-то кстати даже пропустил когда он там написал Масореты Масореты жили в седьмом девятом веках Равина Акиба жил в первом веке между ними шестьсот лет Масореты вообще занимались огласовкой священного писания Масора да то есть Масора это примечание то есть если раньше евреи писали консонантным письмом то есть только из согласных у них состоял текст а многие евреи уже утратили связь с традицией чтения Торы почему раньше все понимали и без гласных букв ну потому что с детства действительно Тору евреи изучали а потом эта традиция прервалась и Тору нужно было огласовать вот например слово СЛОВО записывалось бы СЛВ а поскольку пробелов между словами не было то это можно было бы огласовать как удобно например осел во то есть те же самые согласные но получится два слова ну то есть какая-то хорошая оценка осла да поэтому чтобы вот таких размочтений не было Масореты основываясь на традициях да потому что они были учеными они помнили еще как читалось Тора они придумали гласные буквы и записали весь тонах с огласовкой там они еще делали заметки потому что есть Масора малая Масора большая Масора и так далее то есть там паратекстуальные элементы акцентные значки расставили примечания на полях там написали то есть Масореты вообще закончили можно так сказать свою работу только к десятому веку и вот именно тогда появился Масоретский текст отличается ли Масоретский текст от протомасоретского отличается это правда вот кумранские рукописи найдены другие древние источники они показывают что да Масоретский текст не равен тому первоначальному тексту во многих моментах но это не означает что да Септуагин то сделано вот действительно с более раннего еврейского текста чем Масоретский текст десятого века но мы не знаем с какого текста была сделана Септуагинта мы не знаем как звучала первая Септуагинта потому что сейчас та Септуагинта которая у нас есть она тоже примерно к десятому веку восходит ребята то есть текстологически до сих пор находят разные разные рукописи которые между собой сравниваются и конечно нет такого чтобы прям что-то радикально было изменено я тоже приведу конечно конкретные примеры давайте дослушаем Равин Акиба считается у синагоги главным еврейским учителем но это вы можете справиться у синагоги то есть это никакой не секрет это для них великий человек Равин Акиба он действительно великий человек но далеко не главный учитель ну это уж прям скажем настолько натяжка совы на глобус что даже как-то неловко то есть это никакой не секрет это для них великий человек Равин Акиба именно в связи с тем делом которое он делал это было дело его жизни больше он собственно ничего не делал ага ничем неизвестен только он был одним из вдохновителей так называемой устной торы он один из четырех мудрецов входящих в пардес так называемый он сделал попытку составления свода Мишны правда окончательную редакцию сделал не он а ягуда Хан Аси участвовал в восстании под предводительством бар Кахбы и был казнен римлянами мучительной смертью крюками с него сдирали кожу а так конечно больше ничем ведь не был он примечательен только тору испортил ну вы в своем уме ну неужели это все рассчитано на детсадовцев которые не знают истории которые не знают ну вообще ничего никаких книжек не читали кроме букваря который пускали на самокрутки на школьных переменах прежде чем завернуть туда табак прочитывая букварь ну слушайте ну так нельзя ну вы что своих слушателей читателей идиотов что ли держите ну так ну это просто неприлично после после этого прошло еще девятьсот лет и рим впал в ересь латынства там были признаки ереси очень существенные такие как римляне утверждали латыны и продолжают утверждать что дух святый исходит не только от отца но и от сына и тем самым разделяли божество ну серьезно герман львович ну не лезьте пожалуйста в то в чем вы вообще не разбираетесь то есть разделяли божество серьезно наоборот как бы византийская претензия к латинской римской церкви была в том что они слепляли отца и сына они разделяли божество то есть у отца и сына оказывалась общая ипостасная идиома из вождения духа только вот проблема в чем ни у одного из древних отцов церкви не было такой ипостасной идиомы в творениях описывающих троицу что такое ипостасная идиома это то чем одна ипостась святой троицы отличается от другой так вот из вождения духа не относится к числу ипостасных идиом поэтому отец и сын никак не смешиваются древние отцы в том числе и восточные писали о том что дух исходит от отца через сына да то есть ну и это нормально это и восток и запад признавали и великие каппадокийцы об этом писали и западные богословы писали проблему филиоквы вообще не стоит лезть не разбираясь в этом да то есть о том что дух святой исходит от отца и от сына этот вопрос уже давно многократно решался нормальными непредвзятыми богословами да в текст наверное никеоцареградского символа веры филиоквы добавлять не стоило но вопрос повторюсь не такой уж и простой чтобы просто сказать а латинство впало в ересь к сожалению еще не было такого случая когда восточные богословы могли бы доказать эту ересь в открытой полемике с латинянами да с представителями западной церкви без них пожалуйста сколько угодно писали опровергали а вот как только собирались вместе почему-то никто ничего подобного обосновать не мог поэтому конечно безусловно это не является какой-то основополагающей доктриной вопрос о филиокве потом был уже призван задним числом причина разделения церквей на восток и запад была чисто политической а вовсе не из-за догматических моментов и поэтому говорить что Рим тут впал в какую-то великую ересь как минимум это просто какой-то такой знаете замшелый штамп да давайте не будем я прекрасно понимаю восточных богословов сам очень люблю великих каппадокейцев и сам предпочитаю описывать триодологические концепции при помощи византийского философского и богословского языков просто потому что они а троицы великие каппадокейцы писали очень много очень подробно и создали подробный понятийный аппарат который который ни в коем разе не противоречит западному богословскому языку это просто два разных богословских языка ну а здесь Герман Львович от этого просто так отмахивается ну типа разделяет божество то есть человек даже не понимает в чем проблема филиоквы разделяет святую троицу серьезно каким же это образом конечно никто ничего не разделяет это ну глупости и штампы сектантские штампы и в том числе в числе прочих ересей они взяли и признали масоретский текст раввина Акибы не существует масоретского текста раввина Акибы масореты жили спустя 600 лет после раввина Акибы еще раз об этом говорю и упоминаю вам да еврейский текст был взят в основу перевода иеронима блаженного перевода вульгаты но это был не текст раввина Акибы потому что в вульгату вошли все те же книги которые есть в септуагенте да за основу был взят еврейский текст как оригинал всегда перевод лучше делать с оригинала чем с перевода двойной перевод это всегда ошибка на ошибке но действительно иероним блаженный сверялся с септуагентой а оригин вообще создал свою знаменитую гигзаплу где было четыре перевода танаха на греческий язык и септуагинта и сам еврейский текст был там и он делал вот такое текстологическое сравнение в шести столбцах оригин да запад брал не масоретский текст иероним жил на рубеже четвертого и пятого веков масоретский текст начали делать только в седьмом веке ну как человек который говорит о хронологии и о важности времен такие глупые ошибки совершает это просто ну невероятно и назвали и назвали это вульгата у них это называется вульгата вульгата это перевод масоретского текста с еврейского на латынь ну ребята вульгата это перевод масоретского текста значит вульгата сделана в пятом веке масоретский текст появился окончательно в десятом веке при этом вульгата это перевод масоретского текста серьезно Ну, вы считаете нас всех таки же идиотами, что ли? Это перевод с древнееврейского на латынь. А вот перевод с древнееврейского на латынь – это да. Только с учетом, конечно, традиции перевода септуагинты. Почему-то об этом умалчивает Герман Львович. Это как-то очень недостойно честного исследователя и честного историка. Повторюсь, потому что переводить надо с оригинала, а не с перевода. Это естественно. Это все равно, что, например, на японский язык Пушкина кто-нибудь будет переводить с английского перевода Пушкина, а не с русского. Ну, то есть, что получится – побалуйтесь. Возьмите любой четверостише. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Давайте я это переведу на английский. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Теперь мы возьмем этот английский текст. Ну, допустим, мы это переведем на японский. И снова переведем на русский. Это зима. Фермер торжествует, подготовьте дорогу санями. Лошади чувствуют снег, каким-то образом мне удалось это пережить. Перевод всегда нужно делать с оригинала, а не с другого перевода, иначе каким-то образом это не всем удастся пережить. Это было отсечением Рима от православия. И, конечно, вульгата, которая появилась в V веке, вовсе не была отсечением Рима от православия. Потому что великая схизма, раскол, произошел в XI веке, а вульгата появилась в V. Ну, то есть, опять же, Герман Львович, ну, правда, ну, нельзя своих слушателей считать идиотами, не знающими истории. Ну, человек, который ратует за хронологию, за точность хронологии, допускает такие ошибки. И это никуда не годится. Римская церковь, греческая церковь, антиохийская церковь, русская церковь остались православными. В 1054 году не существовало автокефальной русской церкви. Она была, ну, крещение Руси произошло в 988 году. Это была митрополия Константинопольской православной церкви. Ну, то есть, была одна из, как бы, епархий, входящих в Константинополь. Отдельной русской церкви не существовало. А в V веке, когда была сделана вульгата, русской церкви не существовало в принципе, как и русского государства. Ну, и прервали общение с Римом, с латынами. После этого прошло еще 400 лет. И в середине 15 века, в 1447 году, на Ферраро-Флорентийском соборе, греки подписали унию с Римом и впали в ересь. Они признали римское учение латынское благодатным истинным вероисповеданием. И стали служить с латынами литургии. И стали таким образом еретиками. Нет, не стали еретиками. А наоборот, была попытка преодоления раскола между Западом и Востоком. Раскол христианской церкви действительно на Ферраро-Флорентийском соборе был преодолен. Другое дело, что там богословы Востока не смогли ничего противопоставить западной богословской мысли. То есть, их претензии к филиокве оказались несостоятельными. Да, святитель Марк Ефесский на это махнул рукой. Он сказал, условно говоря, доказать мы ничего не можем, но все равно мы правильные. И не подписал решение Ферраро-Флорентийского собора. А все греки, в том числе и делегация от русской церкви, тогда все это дело подписала. И, в общем-то, действительно хотели быть вместе. Потому что это было не впадение в ересь, конечно же, никакое. А это была попытка второстепенной богословские вопросы объявить второстепенными. А главное, да, вот наш символ веры, главное это церковь, апостольское преемство, это таинство, это богословие неразделенной церкви. Тысячи лет церковь была единой, несмотря на то, что филиоквы, кстати, появилась не в 11 веке. Филиоквы появилась в западной церкви веке в VI, а западные отцы, еще и Амбросий Медиаланский, и Ларий Пиктовийский об этом писали, и у Августина эта идея есть. То есть это с IV века до VI, VII периодически на Западе появлялось, и это никак не мешало церкви быть единой. Вопрос о филиоквы вообще много столетий не мешал христианской церкви быть единой. И на Ферраро-Флорентинском соборе задекларировали это. Мы единая церковь. У нас один Господь Иисус Христос, одна вера, одно крещение, одно богословие, одно апостольское преемство, одни таинства. И поэтому второстепенные богословские наши различия не мешают нам быть единой церковью. Не все, конечно, с этим согласились. Но называть это впадением греческой церкви в ересь, ну это глупо. Тем более, к тому же, что греческая церковь на самом деле не признала потом решение Ферраро-Флорентийского собора. И все те подписанты, они оказались не у дел. При этом восточные церкви, даже на Ферраро-Флорентийском соборе, сказали, что они не будут вводить латинскую литургию. И все сказали, хорошо, да, литургические вопросы второстепенные. Символ веры ни с филиоквы, ни без филиоквы не был вписан в решение Ферраро-Флорентийского собора. То есть, этот вопрос оставили, ну, вообще, ну, как бы на второстепенную роль. Кроме того, потом греки от этого отреклись, и было покаяние. Митрополит Ироклийский принес собравшемуся синоду публичное покаяние за подписание Ороса, и вопреки многим уговорам даже отказался быть константинопольским патриархом. То есть, на самом деле, греки не впали в ересь, да, уж даже если считать, что на Ферраро-Флорентийском соборе все там участники впали в ересь, но потом, когда они вернулись домой, это решение действительно православными не было принято, акцептировано не было. И в греческой церкви митрополит принес покаяние, отказался от патриаршества, и вот решение Ферраро-Флорентийского собора так и не было принято, акцептировано. Точно так же произошло и в Антиохийской, и в Иерусалимской, и в Русской церкви, и так далее, и тому подобное. То есть, Ферраро-Флорентийский собор закончился пшиком. То есть, его решение было грандиозным, но, увы, его невозможно было притворить в жизнь в тех вот поместных церквах. Ну, в частности, как было в России? В России ведь вообще никто в богословии не разбирался. То есть, что интересовало князя, например? Князь Василий II спрашивал его, ну, как там латиняне после собора? Бороду-то все еще бреют. Да, бреют, да, бреют великий князь, государь. А что ж они, поди, до сих пор Петерней знаменуются? Да, Петерней знаменуются. Так какого же лешего ты с ними унию подписал? То есть, вот какие вопросы ведь всех там интересовали. Бреют ли бороду и Петерней ли знаменуются? О, ну нет, это не наша, не русская вера. Тьфу, погана вера латинская. Кому вообще было интересно богословие на Руси тогда? Да никому. Князь точно в этом не разбирался совершенно. Поэтому Исидора, конечно, просто подставили. Ему действительно дали отслужить литургию, после чего не изложили его. И с позором изгнали. Просто потому, что у него было много политических противников. И его на этом подловили. Ну, типа, не русскую веру ты нам принёс. Латиняне-то они ж бороду бреют. И Петерней знаменуются. Да пошёл ты вон, латынский еретик. В числе прочих ересей они приняли за истинное священное писание, у них не было другого выбора, если они подписывали унию, вульгату, то есть масорецкий текст. И этот масорецкий текст, вот этот уже масорецкий текст, перевели на греческий. Масорецкий текст. Вопросы Библии и перевода Библии вообще не обсуждались на Ферраро-Флорентийском соборе. На Ферраро-Флорентийском соборе обсуждался филиокве вопрос, вопрос о папской власти, о служении на преснаках и вопрос об эпиклезисе. Должен он быть восходящим, когда святые дары во время литургии возносятся, как бы, священникам к небу и просят Духа Святого вознести хлеб и вино на небеса. Либо эпиклезис должен быть нисходящим с просьбой Святого Духа сойти на хлеб и вино. Вот об этом спорили, а о тексте священного писания вообще никто не говорил. И уж тем более никакого перевода вульгаты на греческий язык в результате Ферраро-Флорентийского собора, конечно же, не было. Потому что тогда была септуагинта. Зачем, собственно? Как раз был византийский вариант септуагинты в греческих церквах, им не было никакой нужды делать какой-то еще перевод на греческий сфульгаты. Кстати, церковно-славянская Библия, Ветхий Завет был переведен с септуагинты. И до сих пор используется в русских, вообще славянских, православных церквах. Почему-то об этом Герман Львович не говорит. Церковно-славянский текст вообще с масоретским никак не связан. Он сделан септуагинты, вот с древнего, так, византийского варианта, одного из многих вариантов септуагинты. Ну, вот сделан церковно-славянский, который является официальным богослужебным языком в русской православной церкви. Поэтому, конечно, никто там не впадал ни в какую ересь, потому что текст Библии вообще не затрагивался в данном случае, как какой-то принципиальный вопрос. Текст перевели на греческий. Масоретский текст. Отказавшись от септуагинты. Никто не отказывался от септуагинты. Ну, вы серьезно? Где, в каком документе кто-то отказался от септуагинты? Вот как здесь Рим был отсечен от всех православных церквей своей ересью, так вот здесь вот Греция была отсечена в Пав-Ересь от тех, кто остался в православии, в частности от русской церкви. Эту унию, Ферраро-Флоренкийскую, подписал в том числе Исидор, митрополит русский. Исидор был митрополит киевский. Ну, да, это была Русь, действительно. И вернулся уже еретиком и латыном в Москву и успел отслужить одну литургию в Успенском соборе. И был после этого посажен в чудо в монастырь под замок и проклят как еретик. Да, за то, что подписал унию с латынянами, которые бреют бороду и знаменуются пятернёй. Про Филиокова там вообще ничего никто не понимал и не знал. Ну, кроме нескольких учёных мужей высших иерархов православной церкви. И, естественно, было прервано литургическое общение не только с Исидором, который подписал унию, но и со всеми подписантами. А подписали все греческие епископы, весь епископат, кроме Марка Ефесского. Ну, серьёзно? Ну, как весь епископат греческий мог что-то подписать? Что, весь греческий епископат поехал во Флоренцию, что ли, на собор? Ну, вы серьёзно? То есть, большинство-то епископатов как жило вот на территории своей патриархии, так и жили они там. На соборе было несколько делегатов. Марк Ефесский не подписал. Другие делегаты подписали. Те, кто подписал, вернулись. Им сказали, да вы с ума сошли. Подписали унию с Римом, с нами не посоветовавшись. А те сказали, да мы не могли с вами связаться, телефонов-то, интернета не было. А нас что-то эти латиняне как-то заговорили, не могли мы им ничего противопоставить. Сдуру подписали. Ну, раз уж такое дело, раз уж тут это как бы против нашей политики, ну, тогда давайте мы как-то это ничего, не-не-не, не будем. Потому, что сразу на них обрушилась вот эта критика, и они даже покаяние принесли и отреклись от этого. И таким образом вся греческая церковь без исключения в полном объеме впала в ересь. То есть те, кто продолжал служить и приходить на службы и причащаться, стали еретиками в Греции. И поэтому русская церковь прервала всякое общение с Грецией. Марк Ефесский больше никого не рукоположил. По крайней мере, нет таких данных, что он кого-то рукополагал. И русская церковь объявила автокефалию. Вот здесь вот. Повторюсь, полно было греческих епископов, которые не приняли Ферраро-Флорентийскую унию. Говорить о том, что вся греческая церковь впала в ересь, даже с этой точки зрения, нельзя. То есть там истинное рукоположение, конечно же, оставалось. Да и сама Ферраро-Флорентийская уния никак не повреждает рукоположение, на самом деле, действительность рукоположения. Потому что даже еретики рукополагают действительным образом, если они сами действительным образом рукоположены. Великие святые епископы, например, ну тот же Василий Великий, был крещен еретиками. Миропомазан еретиками аммиусианами. В диаконы рукоположен еретиком аммиусианином. В пресвитеры рукоположен еретиком. В епископы рукоположен еретиком. Соборно осужденными еретиками. А все равно он великий епископ и святой. Потому что ересь сама по себе благодати от рукоположения не повреждает. Еретик за свою ересь может попасть в ад. Но поскольку в нем есть действительно рукоположение, его рукоположение действительно. Это сотни примеров можно в истории привести, когда церковь признавала действительность рукоположенных ерес. Еретиками епископов. Это нормально. Главное, чтобы они не были самосвятыми. Главное, чтобы не было повреждения интенции или повреждения учения о рукоположении. Вот это да. Разделение русской еще тогда православной церкви с еретической Грецией, которая впала в ересь на ферралах принятия в соборе. А впали они в ересь, мотивация у них была какая. Они хотели получить помощь от Латына, от Рима войсками и деньгами для защиты от турок. Которую осаждали, уже тогда обступили, можно сказать, Константинополь. Вот. И таким образом Греция впала в ересь. Русские прервали с ними общение. И стали сами выбирать уже митрополита. И прекратилось всякое литургическое общение с греками. На самом деле, это, конечно, большая натяжка о разрыве отношений. Ну, слушайте, официально никто ни с кем, конечно, никаких отношений не разрывал. Да, была напряженность в отношениях. Да, избрали вместо Исидора, избрали, значит, нового митрополита Иону. После падения Константинополя вообще стали сами избирать. Ну, просто это была удобная политическая ситуация для становления русской автокефалии. И это естественный политический процесс, ну, никак не связанный с Библией уж точно и с библейским текстом. Это вообще никак не связано. То есть, притягивать вопросы библейских переводов, текстологии к политическим церковным баталиям того времени, это, ну, явная попытка натянуть сову на глобус. После этого прошло еще 150 лет, пока русские были не в общении с греками. И до 1597 года, и в 1597 году при Годунове, еще был живой Федор, но правил фактически Годунов, митрополит Иов принял рукоположение от лжепатриарха греческого Иеремии в патриархи московские. И вступили греки, еретики греки с русскими в литургическое общение, вернее, русские с греками. И таким образом русская церковь тоже впала в ересь. И с 1597 года, вот грамота, эта грамота хранится в Российской государственной библиотеке. Все правильно, да, грамота, все хранится в библиотеке, грамота есть, никто с этим не спорит. Только проблема в том, что греки уже не находились в унии с Римом. И даже в 1484 году был созван Константинопольский греческий собор, который осудил Флорентийскую унию и принимал униатов назад в греческую церковь через миропомазание и покаяние в латинской ереси, в кавычках, в тот момент. Греки уже сто раз там покаялись и уже сместили всех подписантов. То есть он позже скажет, что никакого покаяния не было. Ну как это не было? Чего вы ерунду говорите? То есть, во-первых, не было никакого отпадения греческой церкви, ни в какую ересь. Этого не было ни с формальной, ни с материальной точки зрения. То есть и действительно никакой ереси не было. Да и даже если признать, что там филеоквы ересь, то все равно не была в ереси греческая церковь, поскольку она не приняла Ферраро-Флорентийскую унию в полноте своей. И поэтому то, что константинопольский патриарх даровал возможность иметь в русской церкви своего патриарха и даровал автокефалию, ну это действительно был момент. До этого, кстати, был момент, когда греки запретили это делать. А потом об этом запрете тактично забыли, как о небывшем. То есть там не то, чтобы русские разорвали общение. Там скорее греки сказали, что-то эти русские много воли себе берут. Они должны с нами все согласовывать, а они там сами что-то себе выбирают митрополитов. Митрополитов потом, опять же, из-за денег, все из-за денег. После падения Константинополя, Константинопольский патриархат был нищим, а Россия была достаточно богатым православным государством. И идея Москва-Третий Рим тогда зарождается и так далее. То есть, конечно, они субсидировали деньгами греков. А вы говорите, не было общения. Греки охотно ездили за русскими деньгами, и не только греки. Общения у них не было никакого. Расскажите об этом кому-нибудь еще. На самом деле, конечно, события развивались так. В 1431 году митрополит всей Руси Фотий умер. Он был греком, вообще просто греком этническим. Собор русских епископов во главе с одобрением Василия II, князя, великого князя, предложили поставить епископа Иону. Греки Иону не утвердили, а утвердили Исидора. То есть, когда Иона приехал в Константинополь, ему отказали в поставлении и поставили грека Исидора. Поэтому князь Василий II, помимо того, что латиняне бреют бороду и знаменуются пятерней, еще на Исидора имел зуб. Просто потому, что он хотел Иону, а греки утвердили Исидора. Поэтому, когда Исидор приехал и подставился, отслужив литургию и объявив об унии с римской церковью, его с радостью сместили и поставили Иону, избранного тогда еще и по воле князя и по воле русского собора. Когда в 1453 году Константинополь пал под ударами турок-сельджуков, это событие на Руси действительно было воспринято как наказание богом за Ферраро-Флорентийскую унию. Но уния позже была в Греции отменена. Но поскольку греческая церковь попала в зависимость от турецкого султана, то на Руси ее главенство уже признать не могли. Ну, типа, вы не сохранили свою независимость, как вы можете управлять нами. Что же, мы будем вассалами турок, что ли? Вы вассалы турок, и вы хотите нами управлять. То есть, мы становимся вассалами вассалов турок? Да вы с ума сошли. При этом русские, конечно, глубоко сочувствовали Константинополю и денежную помощь посылали регулярно. Вы говорите, там, они бойкоты им объявили. Да ничего подобного. Да, периодически они, конечно, там, всякие афронты делали, выпады, типа, там, не сослужили с греками, там, или еще что-то. Но это были единичные случаи. Потом долго Константинополь не признавал русскую автокефалию. Потом греческий патриарх посчитал законным отделение от Москвы литовской метрополии. Ну, фактически, киевской. Там же еще было великое княжество литовское. Мы же все историю знаем. То есть, фактически, русская церковь тогда разделилась на две метрополии. И Исидор, кстати, был поставлен папой во главе русских епархий Литвы, ранее подчинявшихся Москве в 1458 году. Поэтому Константинополь не признавал автокефалию русской церкви. Именно из-за этого был раскол. А не из-за того, что русские, там, сказали, фу, вы, там, признали, что-то феррофланетийский собор. И Константинополь отказывался служить с русскими. И не признавал русскую автокефалию вплоть до 1593 года. Но в 1589 году, в момент учреждения Московского патриархата, который действительно совершался при деятельном участии Константинопольского патриарха Иеремии, об этом запрете, об этом расколе, мы просто не вспомнили, как о небывшем. Натуральную величину просто мы пересняли, сделали копию. Грамота рукоположения митрополита Иова в патриархе московской. Но только это, строго говоря, не рукоположение, а поставление. Потому что рукополагают только в диаконы, в священники и в епископы. А в архиепископы, митрополиты и патриархи ставят, а не рукополагают. Но такие тонкости тоже, в общем-то, положено знать. Здесь подписи на обратной стороне предателей епископов русских, которые согласились на это беззаконие и подписали, и стали участвовать в литургической жизни вместе с эритиками. Но проблема только в том, что как раз до этого они были частью Константинопольской церкви, а теперь обрели независимость. То есть Герман Львович все вообще шиворот на выворот выворачивает. То есть до этого русские были не просто в общении с Константинополем, они были частью Константинопольского патриархата. Просто частью его и оставались его частью и после Ферраро-Флорентийской унии. Юридически они были частью Константинопольского патриархата. Константинополь просто не разрешал им выбирать своего патриарха и быть независимыми. А потом разрешил. И вот тогда они стали уже автокефальными церквами, находящимися в общении. Но они всегда были в общении. Когда-то Константинополь прерывал это общение. Когда-то Москва тоже кочевряжилась. То есть трения между ними были. Но так, чтобы русская православная церковь впала в ересь. В какую ересь она впала? Ферраро-Флорентийский собор к тому моменту был забыт. Унии не было поддержано ни греками, ни русскими. Чего здесь? Почему это что-то впало в ересь? Оно никак не впало в ересь. На самом деле. И поэтому всегда всеми признавалась и действительность всех этих рукоположений, хератоний, поставлений и так далее. Надо сказать, что целый митрополит московский Евсея Руси, который был до Иова, Дионисий, предпочел принять мученическую смерть, но не участвовал в этом беззаконии. Да, только Герман Львович забыл сказать, что митрополит Дионисий попал в опалу вовсе не за верность там какой-то древнему тексту Библии или там отказу от общения с Константинополем. Дело в том, что официально царем был Федор Иоаннович, а жена его была сестрой Бориса Годунова, Ирина Федоровна Годунова. И она была бездетной. А клан Шуйских, конечно, был в контрах с Годуновыми. И они пытались инициировать развод царя Федора Ивановича с Ириной Федоровной Годуновой. То есть Шуйские пытались разорвать церковный брак и ввергнуть своего же царя в прелюбодеяние. И главным идейным вдохновителем этого развода, то есть беззакония, греха, и инициатором этого был как раз Дионисий, митрополит московский. И за вот эту попытку разрушить брак царя, христианский брак царя, сторонники Шуйских из купечества действительно были казнены. А митрополит Дионисий казнен не был, мученический не погиб. Он был просто смещен со своей кафедры и выслан в Хутынский монастырь, где, в общем-то, довольно мирно скончался в начале 17 века. Ну, то есть человек, который здесь нам претендует на точность хронологии, опять городит ляп на ляпе, историческую выдумку на историческую выдумку, трактует исторические события настолько вольно, насколько это можно вообще себе позволить и даже насколько нельзя. И это просто, ну, фейспалм, рука-лицо и так далее. Ну, то есть стыдно, стыдно должно быть. Архиепископ Авраамии вслед за митрополитом Дионисий принял мученическую смерть, но не стал участвовать в этом безобразии. Они были созданы в Великий Новгород. Здесь вообще непонятно, о каком архиепископе Авраамии идет речь. Если речь идет о архиепископе Суздальском Авраамии, то он был участником Феррара Флорентийского собора и у нее, кстати, подписал. А потом, вернувшись в Россию, отказался от своей подписи. Предал Исидора и, ну, как бы, так сказать, стал вот вместе там со всеми обличать его, типа вот. Участвовал, кстати, в поставлении митрополита Ионы, но и скончался до описываемых здесь событий, примерно в 1448 году. Если речь идет об архиепископе Смоленском Авраамии, то, наоборот, он жил сильно позже. Какой Авраамий? О чем речь вообще? Просто, что ли, рандомные имена лишь бы упомянуть? Ну, надо же как-то ссылаться более подробно, о ком идет речь. Не понимаю, что за Авраамий, кто это? Ну, и еще неизвестные нам имена епископов, мне, по крайней мере, неизвестные, которые не подписали эту грамоту, остались верными к Христу. Здесь всего 8 подписей епископов русских, даже если они все участвовали, потому что в этом тоже есть сомнения, потому что здесь, обратите внимание, в грамоте оставлены пробелы имен епископов. То есть, старые были сняты, видимо, те, которые отказались в этом участвовать, а новые еще не назначены. И грамоты подписаны и проштампованы без имен отдельных епископов. То есть, их епархия названа, а имена не вставлены. Вот. И таким образом, русская церковь в 1597 году также впала в ересь, вступив в литургическое общение с греками и еретиками. И после этого, то, что называется русская православная церковь, это безблагодатное еретическое сообщество. И спустя только 50 лет, полвека, вот здесь был Авакум и Никон, которые между собой поругались. Это был уже раскол между еретиками. И Авакум был еретиком, и Никон был еретиком. И Авакум был крещен и рукоположен еретиками. И Никон был крещен и рукоположен еретиками. Крещен еретиками был, например, Василий Великий. Крещен еретиками был святой и равноапостольный император Константин. И что теперь? Даже если представить себе, это вообще ни о чем не говорит. Это сектанство, древняя ересь донатизма. О том, что недостойный иерей, если совершает таинство, то его таинство недействительное. Нет. Таинство действительно, если он действительно был когда-то рукоположен. Если у него была правильная интенция. То есть, он хотел делать то, что делает церковь. И если он правильно совершил формулу таинства. То есть, если нет дефекта формы, дефекта интенции. То тогда его личное благочестие, его ересь, схизма или еще что-то не имеют никакого значения. Это следует из неизгладимости печати священства. Ну, хоть чуть-чуть надо разбираться в каноническом праве. Ну, хоть чуть-чуть надо разбираться в богословии и таинств. Чтобы делать такие выводы о том, что теперь якобы вся русская православная церковь впала в ересь. В, значит, погибло безблагодатное сообщество. Серьезно? Серьезно? Да нет, конечно. Русская православная церковь абсолютно обладает действительным апостольским преемством. Все таинства, совершаемые в русской православной церкви, благодатные. Так что, все нормально. Человек, который до этого, я уже даже сбился со счета, сколько ошибок совершил. И хронологических, и фактических, и, самое главное, ошибок интерпретации фактов. На дело тут предостаточно. Вдруг говорит, ну и вот, на основании всего этого кома ошибок, которые я вам сейчас только что нагородил одна на другую, я делаю вывод о безблагодатности русской православной церкви. Я не член русской православной церкви. Мне вот тут бы за нее вступаться вообще не следовало бы, да, по человеческому разумению, и говорить. Я бы тут скорее должен был сказать, да, 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 русская православная церковь безблагодатна. А ну айда все к нам. Ну, ребята, я, знаете, за истину, я вот тут не конфессионально ангажирован. Нет, должен сказать я, русская православная церковь благодатна. Я вам даже больше скажу. Я вот должен был бы сказать, да, 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 Римма, католическая церковь безблагодатна. Я же не римский католик, да, я же не лутынянин, я русский старокатолик. Но я скажу, что и Римма, католическая церковь тоже благодатна. Представьте себе, потому что никто из них в ереси не впадал. Ни с какой точки зрения, кроме точки зрения Германа Львовича Стерлигова, конечно. И поэтому нет никаких старобрядцев вот в том понимании, что это истинная церковь, а Никониан не истинный. Что старобрядцы, что Никониане, это одинаковые совершенно эретики. Потому что вот она, критичная линия, вот тут вот, там, где Иов, а не там, где Никон. Это обман. И сами, что интересно, богословы в московской патриархии и старобрядцев, они знают об этом. Они сознательно обманывают свою паству. Есть в Российской государственной библиотеке, есть собрание документов Священного Синода, где в том числе есть интересные документы по объединению в 19 веке, не объединению, а прекращению распри между старобрядцами и синодалами. И там в обязательном условии митрополита Филарета, который возглавлял сторону Синодалов, было такое требование, чтобы старобрядцы использовали, им разрешалось использовать книги до Никона. Нет проблем. Но они должны были взять на себя обязательства не использовать книги до Иова. То есть, это было уже недопустимо для Синодалов. И старобрядцы пошли на это и взяли на себя обязательства. У них есть до Никоновские книги, а до Иова они не используют богослужение в качестве Священного Писания. То есть, водораздел вот здесь, а не вот здесь. Ну и серьезно, Библия, которую используют в богослужении, церковно-славянская Библия, она и до Никона, и до Иова одна и та же. Потому что нет вообще никакой разницы. Действительно, реформы патриарха Никона, ну как-то еще можно сказать, что они затронули библейский текст, но опять же, не в том смысле, что там что-то переделали или что-то с масорецкого текста там перевели или нет. Нет, ребята. С 15 века церковно-славянский текст Библии нормативным, ну, был так называемой редакцией Геннадиевской Библии. Потом в начале 16 века была Библия русская, так называемая, или Библия русская, под редакцией Франциска Скорины. В 1581 году была напечатана уже церковно-славянская, так называемая, Острожская Библия. А Никон-то он ввел ведь так называемую книжную справу, да, там правописание было где-то изменено и так далее. Да, там были и новейшие текстологические исследования, и да, старообрядцы предпочитают сохранять до Никоновскую редакцию библейских текстов. Потом в 1751 году появляется Елизаветинская Библия. Но это все церковно-славянский вариант, сделанный, кстати, с септуагинты, а не с какой-то там вульгаты. Кстати, про вульгату, да, в 15 веке, наверное, вот еще в Геннадиевской Библии, там некоторые книги священного писания. Просто архиепископ новгородский Геннадий Гонзов, он велел сделать такой полный текст славянской Библии, и по всем монастырям стали искать, да, есть ли там полный текст. Собрали, и некоторых книг просто не было. И тогда хорватский монах-доминиканец Вениамин перевел это на славянский язык, некоторые книги с латинской вульгаты. То есть в Геннадиевской Библии действительно тут что-то такое есть, но Геннадиевская Библия, ну, она как потом, вот были другие уже издания. Но в основном весь Ветхий Завет на церковно-славянском языке всегда делался с септуагинты, а не с масорецкого текста. Так что тут опять же неувязочка у Германа Львовича выходит. Там есть текстологические различия, опять же, да, то есть тут глупо об этом говорить, что их нет. Но не существует, опять же, единого текста септуагинты, единого церковно-славянского текста какого-то, и единого еврейского текста тоже не существует. Всегда есть какие-то разночтения, 70% из которых вообще на смысл не влияют никак. А так, чтобы они влияли на смысл прямо противоположным, ну, там процентов может быть даже меньше 1%. Это я вам как библеист со стажем говорю. Просто пользуются нашей необразованностью и разводят нас как лохов. Да, пользуются необразованностью и разводят как лохов. Такие люди, которые, подобно Герману Львовичу Стерлигову, ну, используя собственную безграмотность, городят ошибки на ошибку, вранье, ну, сознательно или бессознательно, скорее всего, бессознательно. Да, это не... Скорее всего, вот Герман Львович не производит впечатление сознательного обманщика, безусловно. То есть, я вот не хочу сказать, что он нас сознательно обманывает. Хотя, ну, чужая душа потёмки, но есть презумпции невиновности. Герман Львович сильно ошибается вследствие своего невежества. Это, увы, так. И здесь спорить, на самом деле, не о чем. Вот это вот то, что я имел вам сообщить. Кончилась его основная лекция, но здесь есть ещё довольно много от него дополнений. Давайте их тоже послушаем и разберём. Разница между католиками и православными колоссальна, как пропасть вообще. В чём богословская разница между католиками и православными? Очень интересно послушать. То есть, там вера в другое божество. То есть, это, по сути, вера в дьявола. В чём заключается ересь? Ересь – это искажение вероучения, что приводит к тому, что человек думает, что он верует во Христа, а на месте Христа стоит наряженный во Христа сатана. Очень громкое заявление, которое хотелось бы, ну, как-то доказать, что ли. В смысле, другое божество. Много ли западных богословских учебников прочитал Герман Львович? Есть ли у него действительно систематическое, глубокое теологическое образование? Читает ли он на латыни? Читает ли он по-древнегречески или по-древнееврейски? Это всё вопросы риторические, на которые ответ – нет. Конечно, у Германа Львовича нет систематического богословского образования. И чтобы вот так безапелляционно заявлять то, что не заявляют даже официальные иерархи православной церкви, и это, знаете ли, очень большая смелость. А давайте не будем забывать, что за каждое слово мы дадим отчёт в день суда. И за хулу на истинную церковь наказание будет довольно серьёзным. Я бы не стал разбрасываться такими заявлениями, даже если бы не был согласен в чём-то с римкатолической церковью. А я, например, много в чём с ней не согласен. Или с русской православной церковью. Но сказать, что эта церковь верит в другого бога и вместо Христа верует в дьявола – это такой признак сектантского мышления. Как это у Конон Дойла в торговом доме Гедерлстон. Спасутся только те, кто посещает часовню на Брук-стрит. Да и то не все. Конечно. И это получается, что человек думает, что верует в Бога, думает, что служит ему, умирает, думает, что умирает христианином. А как умер, его хватает беса и тащит в ад, потому что он всю жизнь служил дьяволу, думает, что служит Богу. И поэтому ересь – это не грех, это полная богоотверженность. Грех – это принадлежность православия, то есть принадлежность тех, кто под законом. То есть нарушение закона – это грех. Тот человек, который вне закона, вообще вне закона – это еретик, то есть он служит другому господину. Это, он не грешник, он, ну, просто как собака. Ну, как Господь называл его в Евангелии, псами и свиньями, еретиков и безбожников, в разговоре с Самарянкой, допустим. Вот, и поэтому разные правила по поводу ереси и по поводу греха. Ну, вот, скажем, там, Константинопольский собор, там, 14-е правило, это как относиться к грехам епископа, то есть, не ваше дело, как епископ грешит, там, с ним Господь разберется, собор епископа. А другое правило, 15-е, как относиться к ереси епископа. То есть, как только услышал кто-то открытую проповедь ереси от епископа, любой мирянин тут же должен относиться к этому епископу, как к собаке. Вот, слушайте, вот почему он говорит правила Константинопольского собора? О каком Константинопольском соборе идет речь? 14-е правило Константинопольского собора. Ну, вот тоже, кто так вообще из ученых, кто так ссылается, кто дает такую ссылку? Я как это должен догадаться, да? И гласит так. Аще, который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита прежде соборного рассмотрения, отступит от общения с ним и не будет возносить имя его по обычаю в божественном тайноденстве, а таковом святой собор определил, да будет низложен, а щитокма облечен будет, як отступил от своего митрополита и створил раскол. Ибо каждый должен ведать свою меру, и ниже пресвитер, да пренебрегает своего епископа, ниже епископа своего митрополита. То есть, если у тебя митрополит или епископ впали в грех, то от него нельзя отступать, потому что, ну, типа, до суда. То есть, если суд только постановит, тогда можно. А, значит, правило пятнадцатое. То же самое, значит, приличествует патриархам ащи, которые пресвитер или епископ или патрополит дерзнет отступить от общения с своим патриархом. Ну, и там, иран. Вот. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародной и учит он и открыто в церкви, таковые ащи оградят себя от общения с глаголемом епископом прежде соборного рассмотрения. Не токмы не подлежат положенные правилами епитимии, но достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лже-епископов и лже-учителей. И не расколом пресекли единство церкви, но подчились охранить церковь от расколов и разделений. Но пятнадцатое правило относится к пресвитерам, епископам или митрополитам, а не к мирянам, как тут говорит Герман Львович Стерлигов. Любой мирянин тут же должен относиться к этому епископу, как к собаке. Потому что пресвитеры, епископы и митрополиты, если видят, что патриарх действительно впал в ересь, могут с ним от него отложиться. Собственно, вот как у нас, у старых католиков, произошло. То есть не миряне этот вопрос решают, а пресвитеры, епископы и митрополиты. И это касается только ереси, осужденной официальным церковным учительством. Кто такой Герман Львович Стерлигов? Он пресвитер, епископ, митрополит. Он официальное церковное учительство, что он выносит такие суждения о повреждении епископов, митрополитов и патриархов всех. Все у него, видите ли, повредились. То есть Герман Львович Стерлигов ставит себя выше великих богословов, епископов. Он имеет право их судить, да еще неправильно цитировать 15 правил двукратного собора, неправильно его применять и оправдывать свои заблуждения с ссылкой на каноны, которых не понимает, да еще и неверно цитирует. Замечательный лайфхак. Все время хочется сказать, а что так можно было, что ли? И когда вы говорите, что там формула богословская изменена, если формула богословская изменена, если это можно назвать вообще формулой, прости господи, то есть вообще суть богословской изменяет, то это уже вера не в дьявола, вера не в Бога, а в дьявола, просто под видом Бога. Какая формула изменена? Ну что-нибудь конкретно, кстати. До сих пор он так ничего конкретно и не сказал. Про то, в какую же страшную ересь впала латинская церковь. Про филиоквы, что ли? Так это существовало в неразделенной церкви и никого не волновало. После раскола уже там было много притянуто всяких причин богословских. Кстати, филиоквы никогда не было основной причиной раскола. Как ни странно, самым главным предметом раскола между Западом и Востоком, именно таким, ну типа богословским, был субботний пост. Пост православные в субботу не постились, а католики постились по субботам, не постились только в воскресенье. То есть были более ревностны в посте, и это вменялось им в особый грех и в особую ересь. А что касается перстосложения, то в этом огромный догматический смысл в перстосложении, это не обрядовая сторона. Обрядовая сторона это поясок, к примеру, или там как коврик под ноги кидать, когда там кланяешься. Это почти не имеет значения, это как раз старобрет сходит по этому поводу с ума. А перстосложение это догматическая часть, потому что на кресте был Иисус Христос, и мы когда крестимся двумя перстами, мы вспоминаем Бога-человека Иисуса Христа. Вот этот палец означает его человечество, что он преклонил небеса и сошел на землю, а это его божество, прямой палец. А здесь вот эти три пальца, которыми мы не накладываем на чело крестное знамение, это символ Пресвятой Троицы. И мы вспоминаем именно Бога-человека на кресте, потому что если бы мы крестились тремя перстами, как делают еретики, мы бы утверждали, что на кресте было божество Пресвятая Троица. А божество не может страдать. Его страдания были бы на кресте призрачные, это ересь монофизитов. Ну, то есть, опять, все смешалось в кучу коней люди. Монофизиты тут вообще ни при чем верили в то, что вся Троица страдала на кресте, еретики-монархиане или патри-пассиане. А верили в призрачность страданий Христа на кресте, еретики-гностики-дакетики. Действительно, страдал Бога-человек, единый с Троицей плоти пострадал. То есть, Троица не была распята на кресте. И действительно, очень часто сторонники двухперстного перстосложения на это ссылаются. Что да, нужно двумя перстами знаменоваться. Но при этом обратите внимание, что движение по кресту все равно совершают и три перста тоже. Да, даже при двухпальцевом перстосложении. То есть, Троица-то все равно здесь участвует. И идея была в чем? Почему в одной руке есть и Троица, и Бога-сыновство? Потому что распинается Бога-человек, но по воле Святой Троицы, по воле Предвечного Совета Божьего. Потому что воля божественная. Но здесь божество как бы смиряется, умаляется, становится вровень с человечеством. Но воля в Троице одна. В Бога-человеке, Иисусе Христе, две воли. Божественная воля таким образом посылает Бога-сына, одного из Троицы, стать плотью и пострадать. Плотью пострадать на кресте. То есть, поэтому, хотя Троица не распинается, но она волевым участием, ну, также, собственно говоря, посылает сына. Посмотрите на Рублевскую Троицу, да? То есть, вот там жертвенная голова Агнца в чаше посередине. Одна из фигур ангела предвигает эту чашу к другой. Другая фигура благословляет и так далее. То есть, вся Троица участвует вот в этом совете о воплощении. Вот, кстати, спас благое молчание икона, да? То есть, это Христос, но у него нимб Бога-отца восьмиконечный. И руки сложены, как перед причастием. То есть, знак смерти. Вот он покоряется вот в воле, единой воле Святой Троицы. О своей крестной смерти и спасении всего человечества. Поэтому, когда крестятся тремя перстами, на первый план выходит, конечно, не то, что Троица была распята. А то, что распятие по воле Святой Троицы совершилось Бога-человеком Иисусом Христом. Да, вот здесь два перста Бога-человечества Иисуса Христа. А древнее вообще крестное знамение совершалось одним пальцем, да? В символ, вот, как бы, крест накладывался на лоб, позже стал на лоб, на уста и на сердце. Накладываться, то есть, в знак единства Божьего одним пальцем. А католики пятью пальцами знаменуются, да? Потому что пять ран Христа. Две в руках, две в ногах раны и одна в боку. То есть, вот, крест – это пять ран Христовых, да? То есть, которые мы, как бы, на себя накладываем. Переход от одного плеча к другому – это переход слева направо, да? То есть, поэтому католики ощущают себя, как бы, стоящими вместе с Христом, да? И поэтому, вот, они, как бы, осуществляют переход слева направо. А православные ощущают себя стоящими лицом ко Христу. Поэтому, когда они знаменуют себя, как бы, вот, справа налево, то есть, по отношению ко Христу, это все равно слева направо. То есть, это, конечно, выражение богословских истин при помощи жестов. И толковать жесты, конечно, нужно по задумке тех, кто эти жесты ввел, а не по тому, как могут их трактовать противники, да? Поэтому это совершенно глупо. Да, можно, наверное, истолковать троеперстное знамение, как ересь патрипассианства, то, что троица была распята на кресте. Можно, но не нужно, потому что сторонники троеперстного крестного знамения такого смысла туда не вкладывали. Его вкладывают туда только противники троеперсти. А на самом деле все виды крестных знамений вполне легитимны, выражают определенную богословскую идею, по-разному расставляют акценты в этих богословских идеях и, по сути, друг другу не противоречат. Чем отличается мусорецкий текст от правильного текста Тора, то прежде всего изменены пророчества. То есть, те пророчества, вы это очень легко проверить. Это вы берете Евангелие, там, допустим, от Матфея, и смотрите, какие пророчества есть ссылка на Тору. И открываете, ищите в Ветхом Завете, который вы покупаете в лавке Московской Патриархии. Когда вы покупаете, кстати говоря, в лавке Московской Патриархии Ветхий Завет, там черным по белому написано. Для того, чтобы у нас не было никаких оправданий, видимо. Перевод с еврейского масорецкая редакция. Это написано практически в каждом издании Ветхого Завета Московской Патриархии. Во-первых, не в каждом. Во-вторых, синодальный перевод действительно делался с мусорецкого текста, поскольку переводить, как я уже многократно вам сказал, нужно с оригинала. Но всякий раз, когда встречались разночтения между мусорецким текстом и септуагинтой, переводчики вставляли, переводчики синодального текста Библии, делали вставки из септуагинты практически всегда. То есть, сверялся все равно текст по септуагинте. И это очень глупо. Но, действительно, откройте Евангелие от Матфея. Вы что, какой-то септуагинтой, что ли, пользуетесь? Других-то изданий Библии у нас практически нет. Откройте Евангелие от Матфея, и практически все пророчества вы найдете в Ветхом Завете, сделанном с мусорецкого текста. Ни у кого никаких вопросов не возникнет. Во время монтажа я понял, что надо сделать дополнительную запись, поскольку Герман Львович голословные утверждения делает. А мне как-то это не к лицу. Я поэтому докажу, что пророчества о Христе есть. Их вполне можно найти. Вот он там говорит, возьмите Евангелие от Матфея. Вы там не найдете, значит, в Ветхом Завете, сделанном там типа с мусорецкого текста, пророчеств о Христе. И Евангелие типа тогда вот будет какой-то глупой, книжкой, лживой, враньем. Но я взял две Библии. Вот я нашел Библию, издательство, значит, смотрите. Российское библейское общество, Москва, 1994 год. По благословению святейшего патриарха московского и всей Руси Алексия перепечатано с издания московской патриархии. Значит, это Библия старше всех моих детей трех. 94-го года. У меня, Настя, 98-го года рождения. То есть, это очень старая Библия. Российское библейское общество. Вот начали они это издавать даже в 92-м году. Но, во-первых, здесь нигде не написано мосорецкий текст. Ну, ладно, вы скажете, это старая Библия достаточно, да, 94-го года. Но у меня есть вот обычная тоже еще Библия, я тоже и по ней будем проверять. Тоже Российское библейское общество, Москва, 2005-го года. В русском переводе, канонические, с параллельными местами и приложениями. Так, перевод на русский язык начат российским... Ну, завершен, опубликован. Так, что у нас здесь? Синодального перевода сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета. Значит, тут тоже про масоретов ничего нет. Ну, понятно, что еврейский текст Ветхого Завета, это, конечно, текст масорецкий. Причем, никакой это не равен Акиба, естественно, и, как я уже 20 раз вам сказал. Ну, просто будем все проверять сразу по двум изданиям Библии. Итак, что нам Герман Львович советует? Взять, значит, из Евангелия от Матфея. Почему-то, хотя пророчества о Христе есть не только в Евангелии от Матфея, они есть во всех четырех Евангелиях, они есть в посланиях, они есть в деяниях апостолов. Вообще, в Новом Завете описано исполнение более сотни пророчеств об Иисусе Христе, о Мессии. Но он нам почему-то говорит про Евангелие от Матфея. Ну, хорошо, давайте начнем. Давайте начнем. Я взял рандомные, вот буквально абсолютно первые попавшиеся, пришедшие в голову пророчества об Иисусе Христе. Итак, Евангелие от Матфея, глава 2, это первое пророчество рождения в Вифлееме. Значит, здесь говорится о волхвах, которые пришли к Ироду, и что они говорят. Вот 6 стих. Значит, они спрашивают, где должен родиться Христу, а они говорят в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Да, ну, во-первых, давайте не забывать, что есть разница в переводах, да, то есть это понятно. Потому что средствами греческого языка невозможно дословно передать смысл еврейского текста. И наоборот. Кроме того, в те времена не было таких жестких правил цитирования. То есть цитировали по памяти, близко к тексту. Но Герман Леевич утверждает, что в масорецком тексте просто убраны все пророчества. Конечно, это ложь, ничего не убрано. Но из-за разницы между языками, конечно, глупо ожидать дословного, точного слова в слово цитирования. Но смысловая цитата есть. Безусловно, какое здесь пророчество говорится? Это из пророка Михея, пятая глава, второй стих. Давайте мы, собственно, это быстренько и найдем. Вот он, пророк Михей, пятая глава. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, из которого происхождение изначало одни вечных. Где убрано пророчество? Вот он, издание Московской Патриархии, которые воспроизвели российские библейские общества, которые он так ругает. То же самое, это 94-го года Библия. То же самое находим мы здесь. Вот она, вторая глава, шестой стих. И ты, Вифлеем, земля иудина, ничем не меньше воеводства иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. И здесь смотрим книгу пророка Михея. Что нам стоит здесь посмотреть? Книгу пророка Михея 5.2. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение одни вечных. Кто убрал это пророчество? Как же это его убрали, когда оно тут есть? Ну вот, смотрите, в двух изданиях Библии все нормально. Оказывается, никто ничего ниоткуда не убрал. И это одно, я обещал вам, 10. Извините, наберитесь терпения. Но я не могу так, потому что Герман Львович стоит и врет нам просто в глаза, врет нагло, лжет. И каким-то образом, значит, причем еще ничего не доказывает. Ну, открыл бы он Библию и показал, вот в Новом Завете есть пророчество, вот из Ветхого Завета какой-нибудь там раввин Акибы это что-то изъял. Ничего не изъято. Ну, давайте. Вот второе. Значит, это плач о вифлеемских младенцах. Тоже у нас где-то Евангелие от Матфея. Тоже вторая глава, 17-18 стихи. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит. Глаз в раме слышен, плачь и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Итак, это у нас пророчество из пророка Иеремии, как тут, собственно, и сказано. Давайте откроем пророка Иеремию. Пророка Иеремия, это 31 глава, 15 стих. Что же мы видим? Изъял поди какой-нибудь мерзкий издатель. А? 31, 15. Где же 15 стих? Ах, вот же он здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, 15. Так, говорит Господь, голос слышен в раме, вопли горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Это что ж такое? Это ж кто же нам наврал-то, а? Оказывается, не изъяли ничего. Но это, наверное, что? Это же, наверное, просто какая-то, ну, не та Библия, она старая. Ну, вот, пожалуйста, вам то же самое. Евангелие от Матфея. Вот, та же вторая глава. Да. Это у нас 17-18 стихи. Вот, глаз в раме, слышен, плачь, и так далее. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться. Вот, Иеремия, 31 глава. Здесь 15-й стих. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопли горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Кто вырезал это пророчество? Кто вообще вам сказал, что кто-то вырезал пророчество или убирал пророчество? А это пророчество, да, о том, как матери плачут о вифлеемских младенцах. Ладно, третье пророчество. Мы видим, что Давид называет Христа Господом. Хорошо, давайте мы сейчас опять это дело перелеснем. Ну, вот Матфея, 22 глава. Я же говорю, я рандомно, вот это просто что вспоминалось, то и, так сказать, мы... Значит, 22 глава, с 43 по 45 стихи. Вот они, смотрите. Значит, Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит. Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня. Здесь еще форма глагола сиди, такая древнерусская. Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, это у нас цитата из Псалма. Псалом, 109, первый стих. Вот, смотрите, как-то сразу открылось. Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня. Та же форма глагола сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Вот, пожалуйста, в этой Библии то же самое. Матфея 22, 43-45 говорит им, да, как же Давид называет, он сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И то же самое, открываем здесь Псалтирь, Псалом 109. Ничего, вроде бы как, у нас пока не изъяли, ни одного пророчества не изъяли. Ну вот, и как это? Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Кто же врет? Ну, не изъяли пророчества. Хорошо, давайте-ка. В Евангелии от Матфея предсказывается, что Мессию будут называть Иммануил, что значит «с нами Бог». То есть, это будет его такое прозвище, да, то есть, ну, смысловое его псевдоним. Иммануил, «с нами Бог». Ну, это, конечно, Матфея, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», что значит «с нами Бог». И это, безусловно, пророчество из седьмой главы книги пророка Исаии. И мы здесь это быстренько тоже найдем. Седьмая глава, четырнадцатый стих. «И так сам Господь даст вам знамени, все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Что вам не нужно? Что же вам здесь не нравится? Кто же чего здесь изъял-то? А? А? Кто-то, может, соврал нам? Может быть, кто-то просто ерунду нам какую-то пытается впарить? Ну-ка, а в этой Библии чего у нас? Это, значит, Матфея 1, 22-23, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», что значит «с нами Бог». Ну-ка, в этой Библии, может, изъяли это пророчество. Ну-ка, откроем Исаию, седьмую главу, четырнадцатый стих. Да нет, сам Господь даст вам знамение, все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Да как же так-то? Да что же это такое-то? А, оказывается, никто ничего ниоткуда не изымал. И это пророчество, вот как было в Ветхом Завете, так и есть. И как это по другому поводу сказано в другом тексте, да, поздравляю вас, гражданин Саврамши. Хорошо, давайте, пятое пророчество. Я вам десять. Вот навскидку просто. Нам сказали из Евангелия от Матфея, ладно, мы послушны. Мы могли бы из других Евангелий, из Деяний, из Послания апостола Павла, из Откровения даже найти сбывшееся пророчество о Христе. Но нам сказали, все изъяли, вот Евангелие от Матфея, читайте, все изъято из Ветхого Завета. Ок, ок, от пророчества о том, что Иисус въедет в Иерусалим на осле. А это у нас Евангелие от Матфея, 21 глава, 4 и 5 стихи. Быстренько мы и-то сейчас найдем. Ну, конечно, мы знаем, что это пророчество Захарии, пророка Захарии из Ветхого Завета. Ну-ка, видите, здесь, кстати, Маковейская есть. По септуагенте, оказывается, все, потому что в масорецком тексте Маковейских книг-то нет. Ну, ладно, нас Захария интересует. Где же наш Захария? А Захария-то уже почти последний. Вот же он Захария, 9 глава, 9 же стих. Ах, ты смотри, чё, опять не изъяли. Ликой от радости дщерь Сиона торжествует дщерь Иерусалима. Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий. Кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице, сыне подъеремный. Ну, что ты будешь делать? Опять соврали нам. А, соврал нам Герман Львович. Не изъяли это пророчество? Может, в этой Библии изъяли? Может, это просто старое? Может, оно как-то проскочило? Да нет, 21 глава Матфея, 4-5 стих. Всё же было да сбудется речённое через пророка, который говорит, скажите, через Сионовый. Се, царь твой, грядёт к тебе, кроткий, сидя на ослице и на молодом ослице, сыне подъерёмный. Ну, что ты будешь делать? Ну, давай здесь Захарию искать. Здесь вот нет второканонических книг. Из Септуагинта. Это вот да, это издание прям такое. Действительно, по еврейскому тексту, по еврейскому канону. Но все пророчества-то есть. Ничего никто не изъял. Вот же она, 9 глава Захарии. Вот же он, 9 стих. Их ликуй от радости, дочерь Сиона. Торжествует дочерь Иерусалима. Се, царь твой, грядёт к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице, сыне подъерёмный. Да что ты будешь делать? Уже пять пророчеств. Просто, на вскидку, я вот их вспоминал просто сам по тексту Евангелия от Матфея. Ладно, давайте шестое пророчество из Евангелия от Матфея. То, что Христа предадут за 30 серебряников. Да, ну давайте, Евангелие от Матфея. Чего у нас там? Это 26 глава, 14-15 стихи. Ну, значит, Иуда Искариот, один из 12, пошёл к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я вам придам его. Они предложили ему 30 сребряников. И это пророчество Захарии, опять же, 11-12. Да, пророк Захария, 11-12. Давай, Вакум, Сафония, Гей, Захария, 11. Стих 12. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребряников. Да что ж такое? Захария, 11-12. А здесь Захария? Может, здесь Захарию как-то нам хотя бы устранили? Может, вырезали? Ну, не может же врать человек такой, а? Захария, 11-12. Что ж такое-то? И я взял 30 сребряников и бросил их в дом господен для горшечника. А вот же, да, 12-й-то. Дайте мне в уплату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят мне в уплату 30 сребряников. Ну, ты смотри, что творится. Ну, что творится? Ну, опять собрали нам. Да что ж ты будешь делать? Хорошо, да, на эти деньги будет куплено поле горшечника. Мы же вот в 13-й стих. Да? И вот здесь вот, смотрите-ка, чего тут в 13-м стихе. Я взял 30 сребряников и бросил их в дом господень для горшечника. А в Евангелии от Матфея-то, да? А в Евангелии от Матфея это 27-я глава, 7-й стих. Иуда бросает эти деньги, когда понимает, что зря предал Христа. И 27-я глава, 7-й стих. Значит, что у нас? Сделав же совещание, купили на них землю горшечника. Смотрите-ка. И здесь то же самое. Ну, как же так? 11-я глава Захарии. Вот. Ей взял я 30 сребряников и бросил их в дом господень для горшечника. И здесь же Матфея тоже 27-7. Что же мы видим-то? А, ну что творится? Что творится? Опять же. Сделал же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Опять дни убрали. Ну, что за люди? Что за люди? Герман Львович так старался. Лекцию нам говорил, что все убрали. Все из... Вот возьмите Евангелие от Матфея. Возьмите пророчество о Христе. Не найдете их в Ветхом Завете, да? Не найдете в Ветхом Завете. Ну, давайте. Вот в Евангелии от Матфея, 27 глава, 34 стих. Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Чем напоили ему? Напоили его уксусом, смешанным с желчью. Читаем мы. Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И отведов, не хотел пить. А это где предсказано-то? 68 Псалом, 22 стих. 68 Псалом, 22 стих. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Не изъято пророчество. Не изъято. Может, здесь, в этой Библии, Матфея, 27, 34 стих, где? Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И отведов, не хотел пить. Может, здесь? Давайте Псалтирь откроем. А? Как? Псалом, 68. Ну, где же у нас 68 Псалом? 68 Псалом, 22 стих. А? Ну, давайте. Да нет. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Желчь и уксус. Это уже восьмое пророчество. И опять соврали нам. Ну, давайте. Девятое. Я вот просто уже ради принципа, да? Матфея, 27, 46. Нам просят Евангелие от Матфея, ну, неважно. Матфея, 27, 46. Ну, вот. А около десятого часа возопило Иисус громким голосом. Или, или, лама, совахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? То есть, что будет кричать распятый Мессия с креста? И это ведь пророчество об этом в 21-м псалме дано. 21-й псалом, 2-й стих. Ну-ка мы его откроем. Может, из 21-го псалма хотя бы изъяли, а? Да нет. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Ну, что ты будешь делать? Ну, естественно, Иисус кричит по-арамейски, или, или, лама, совахвани. Но тут же Матфей дает перевод. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? И здесь тоже 21-й псалом. 21-й псалом, 2-й стих. Боже мой, Боже мой, поднимли мне, для чего ты оставил меня? Кстати, вот, в скобочках, обратите внимание, вот в Септуагинте есть еще добавление. Внимли мне. То есть, вот этот текст, он сверен с Септуагинтой, и дано в скобочках чтение по Септуагинте. Вот такое расхождение между масорецким текстом и Септуагинтой. То есть, вот текст 21-го псалма по масорецкому тексту, а в Септуагинте на два слова в 21-м псалме больше. То есть, там есть еще фраза в немли мне. Вот такие расхождения. Ну, то есть, обратите внимание, что это прям вот никак не тянет на какое-то серьезное повреждение. Ну, давайте еще гробница. У кого погребен Иисус Христос? Вот у богатого человека. То есть, он должен быть погребен не в своей гробнице, не в могиле для бедных, а у богатого в гробнице. И это прям очень трудно исполнить. Попробуйте заставить какого-нибудь богатого древнего еврея дать свой родовой склеп для похорон. Матфея, 27-я глава, с 57-го по 60-й стихи. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафии именем Иосифа, который также учился Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. Привали в большой камень и к двери гроба удалился. Это было баснословно дорого. Баснословно дорого. Там, в Иерусалиме, гробница родовая. И это была новая гробница. Не то, что его подхоронили к кому-то. Это было специально куплено, высечено. И это было большое такое серьезное вложение денег, кстати. И пророчество об этом есть. У Исаии 53 глава. Вот она, 53 глава Исаии, кстати, совершенно неизъятая. Она вся вообще о Христе. О том, что он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавшей болезни. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. А вот тут раньше, да, сколько был обезображен паче всякого человека. Лик его и вид его паче сынов человеческих. Ну и так далее. Ему назначали гроб со злодеями. Помните, да, Иисуса распяли между двумя разбойниками. То есть его должны были похоронить в общей могиле для преступников. Но он погребен у богатого. Да, это тоже пророчество, которое исполнилось во Христе. И оно не изъято из самого-самого масоретского текста Библии. Ну, последнее прибежище. Ну, может быть, здесь изъяли. А, ну-ка, 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 ну давайте. Исаия, 53 глава. Ну, может, изъяли, а? Ну, давайте, 9 стих. Где же, где? Ах ты ж, какая ситуация. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. То же самое. Матфея, 27 глава. Открываем. Ну, 27 главу, с 57 стиха. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Эримафии, именем Иосиф и так далее. Вот 10 примеров навскидку, просто навскидку. Как заказывали из Евангелия от Матфея, ни одного пророчества о Христе из Ветхого Завета не изъято. В православной Библии, в протестантской Библии, там еще в какой-то Библии. Разницу между масорецким текстом и септагин-то я вам показал. Вот, например, 21 псалма. Два слова там, да. Ну, это текстологическое расхождение. Какой-то переписчик не увидел и пропустил их. На смысл не влияет совершенно. Возвращаемся к основному видео. Действительно, разночтения иногда бывают. Вот, например, некоторые тексты Нового Завета апостолы и Христос цитируют по септагинте. Это правда. Ну, например, послание к евреям, 10.5. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. А если вы откроете соответствующий псалом, который цитируется в послании к евреям, то вы с удивлением прочитаете. Это псалом 39, 7 стих. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Между тело уготовал мне и ты открыл мне уши вроде бы как действительно большая разница. Но это не злонамеренная ошибка переводчиков или искажение переводчиков. Это текстологическая разница. Дело в том, что фраза на иврите звучит очень похоже на тело уготовал мне. И поэтому переводчики септагинты, возможно, сделали ошибку. Или, может быть, составители масорецкого текста допустили ошибку. Это не важно. Но беда в том, что Герман Львович и его, кстати, сторонники, у него немало единомышленников, кстати, никогда вам не скажут о том, где масорецкий текст цитируется в Новом Завете и оказывается точнее септагинты. Вам расскажут про то, что в септагинте, например, перевод Исаии 7.14, «Дева в очреве примет», партенос, да, то есть дева, девственница. А в еврейском тексте нет слова вот отдельного такого. Там есть слово «алма», да, ну, молодая женщина в очреве примет. Но по контексту понятно. Молодые женщины беременеют сплошь и рядом. То есть алма, молодая женщина, может означать и девственницу, и молодую женщину, просто замужнюю, да. Но замужние женщины беременеют каждый день. В какое здесь чудо, да, а ведь это описывается как невероятное знамение. По контексту в еврейской Библии понятно, что предпочтение в толковании нужно отдать девственнице. В септагинте действительно просто написано «дева в очреве примет», это правда, точнее. Но, например, Евангелие от Матфея 12.18. «Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Это пророчество о Христе. И оно вот так записано именно в масорецком тексте, в еврейском тексте Библии. И Матфей здесь цитирует не септагинту, а именно прото-еврейский текст, прото-масорецкий. Ну, масорецкий текст 10 века. А вот какой-то еврейский текст, который до сих пор сохранен в масорецком тексте неизменно. Это текст Исаии 42.1. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». А вот септагинта искажает этот текст явно. То есть, если в масорецком тексте, в прото-масорецком тексте и в Евангелии от Матфея ясно, что речь идет о Христе, то, например, в септагинте специально видно, ну, как бы, автор еврей, скорее всего, живший до воплощения Христа, подумал, ну, никто не поймет, о чем речь, напишем. В септагинте написано «Иаков, отрок мой, я приму его, Израиль избранный мой, приняла его душа моя». То есть, септагинта дает искаженное понимание текста. Это только один пример. Слушайте, вот если Герман Львович Стерлигов вообще примеров не приводит, но я вам привожу примеры, потому что иногда масорецкий текст точнее отражает истину, иногда септагинта точнее отражает истину. Этим занимаются текстологи, этим не могут заниматься фермеры, миряне и так далее. Позвольте официальному церковному учительству осуществлять аутентичное церковное учение, потому что просто, ну, у официальных церковных учителей образование соответствующее. Ну, либо верить надо в общую теорию заговора, что все попы на свете собрались, договорились, и даже будучи разделены на разные конфессии, все равно каким-то образом договорились и всех вас обманывают. Ну, ха-ха три раза, что называется. И только Герман Львович Стерлигов говорит нам правду. Не учившись никогда библеистики, не зная древних языков, не разбираясь в истории, городя ошибку на ошибку, только он говорит нам правду. Вы уже увидели столько неправды в его словах, что претендовать на правду с его стороны как-то очень странно. То есть, вот этот перевод, вот он. Потому что этого не сохранилось, этого нет вообще у евреев сейчас. У евреев есть только вариант раввина Акиба. И перевод, который был сделан в XIX веке российским библейским обществом, еретиками, протестантами. Российское библейское общество чисто протестантская организация. Что никто ни от кого не скрывает, есть все в открытых источниках. Российское библейское общество не чисто протестантская организация. Там есть протестанты среди учредителей, даже среди руководства. И я знаю их, но Селезнев, Десницкий, профессора, они оба православные. Основные переводчики, кстати, Ветхого Завета. Послушайте их лекции, что ли. Почитайте, я с ними, кстати, не во всем согласен. Просто потому, что я более консервативен. Но это первоклассные специалисты. Ни в коем случае не хочу оспаривать уровень их академических знаний и их вклад в библейстику как в таковую. Вот они это делали вот с этого текста, с раввина Акиба. Никакого текста раввины Акибы не существует. Масаретский текст утверждается только к X веку, начиная с VII по X век. Масареты вводили огласовку, раввин Акиба, повторюсь, занимался толкованием Торы, а не ее редакцией и так далее и тому подобное. Не надо снова... Ложь, повторенная многократно, от этого не становится правдой. Это вот суеверие такое, да? То есть, если много раз повторить ложь, она будет выглядеть убедительно. Неправда. Она от этого правдой не станет. И даже, чтобы не было сомнений, даже еще подписали масаретская редакция. То есть, то, что делали масареты. И там пророчества изменены. Все, что касается Христа. То, что есть в Евангелии, ключевые вещи, которые никак не спутаешь. Ну, никак вообще. Невозможно. Хотелось бы хотя бы один пример. Нет. Все пророчества о Христе из Ветхого Завета, о том, что он будет продан за 30 серебряников, за то, что будут делить ризы его, то, что он между двумя разбойниками будет распят, что возряд на того, которого пронзили, что он воскреснет в третий день. Все пророчества Ветхого Завета есть в Ветхом Завете, в переводе Ветхого Завета, в синодальном переводе, сделанном с масаретского текста, действительно. Хотя и под редакцией там Септуагинты все это есть в Библии. Пожалуйста, читай, не хочу. И сотни, тысячи людей читают, веруют, видят. Да, особенно пророчества Даниила о 72-х седьминах и так далее. Слушайте, и видно, что это явно пророчество о Христе и так далее. То есть, слушайте, Ветхий Завет читают люди уже на протяжении не одной сотни лет, даже в синодальном переводе, более сотни лет, да, и уверуют, и видят Христа, и приходят ко Христу. И только Герман Львович утверждает, нет, не могут они, все исказили, все пророчества убраны. Хоть один пример, покажите мне, какое пророчество есть в Септуагинте, в тексте Септуагинты, в греческом тексте Септуагинты, а его вот, видите ли, убрали из масаретского текста, и теперь у нас нет такого пророчества о Христе. Все пророчества есть, все мессианские пророчества. 53-я глава книги пророка Исаия о страдающем рабе, вся. Да, слушайте, ну это просто ненаучное утверждение. Изменено летоисчисление, та же самая мотивация. То есть, летоисчисление получается 5508 год. От Адама родился Христос. Воплощение Рождества Христового. А по всем православным источникам, Христос родился в 5500 году. От сотворения мира, от Адама, произошло воплощение Христова. А это для чего делалось? Та же самая мотивация, та же точно самая. Потому что если допустить на минуту, что Христос родился в 5508 году, вот так вот, тогда получится, что он не мог быть распят при понтийском пилате, потому что всем известно, когда был отозван понтийский пилат в Рим, он был уже отозван Гаем к тому времени. Невозможно было прийти волхвам во времена переписи населения при Ироде, потому что Ирод тогда, получилось, уже умер, если Христос родился в 5508 году, и перепись уже давно закончилась. А всем известно, когда была перепись, это было огромное событие всемирного значения. Ну и так далее. То есть, если изменить дату воплощения Христова, Евангелие получается книжкой для идиотов. Опять все смешалось в доме Облонских. Во-первых, я вам скажу так, что не существует единого масоретского текста и единой септуагинты. Разница в хронологиях, в летосчислениях, она есть в разных вариантах септуагинты и в разных вариантах еврейского текста. Проблема смещения современного календаря на 7-8 лет действительно известна, потому что дату Рождества Иисуса Христа рассчитывал действительно западный монах Дионисий Малый. Кстати, прославленный как святой в католической, в румынской православной и в русской православной церкви. Монаху Дионисию Малому папа Иоанн I в 525 году поручил составить новую пасхальную таблицу и точно вычислить дату Рождества Христова. Дионисий использовал, кстати, православные таблицы, не какие-то латинские, это VI век, это до всех еще там повреждений, о которых тут нам красноречиво рассказывал Герман Львович. Вовсе не из-за разницы между масорецким текстом, еще масорецкого текста не существовало, он только в X веке появится. То есть, вовсе не из-за разночтений между септуагинтой, а из-за александрийских пасхалей, которые вели, кстати, римское летосчисление, Диоклетианова веру тогда. И Дионисий Малый подумал, ну что-то это нехорошо, Диоклетиан был гонителем христиан, а мы все будем отсчитывать от Диоклетиана. Кстати, в Евангелиях, Евангелие – книга для дураков, в Евангелиях нет летосчисления по септуагинте. В Евангелиях Лука пользуется летосчислением, принятым в Римской империи. Он привязывает хронологию событий ни к септуагенте, ни к Ветхому Завету вообще. Он, конечно, ссылается просто на римские исторические события. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии. А в третьей главе он прямо пишет. В 15-й год правления Тиберия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисане – четвертовластником в Авелинеи. При первосвященниках Анне и Кеафе был глагол Божий Кеану, сыну Захарии в пустыне. То есть, евангелисты вообще не ссылаются на Ветхий Завет при определении датировок. Они ссылаются на римские исторические события, на чиновников Рима и так далее, и иудейских царей, правителей, четвертовластников римских и так далее. Так вот, Дионисий Малый тоже взял Александрийскую пасхалию, которая на римских исторических датах была ориентирована. То есть, он взял православный документ. Можно сказать, что это православные избили его с понтолыку. И действительно, он решил не от Диоклетиановой веры вести отсчет, а от Рождества Христова, и при определении даты Рождества Христова из-за несовершенства Александрийских таблиц, он ошибся лет на семь, на восемь. Это все знают. Действительно, Христос был рожден где-то в седьмом-восьмом году до Рождества Христова. Этим объясняется действительно несоответствие, о котором здесь говорит Герман Львович. Да, действительно, Ирод умер раньше, Ирод умер в четвертом году, где-то до Рождества Христова, а он как бы там пытается убить младенца Христа, ну и так далее. То есть, да, это ошибка Дионисия Малого. Но это не проблема между масоретским текстом и септуагинтой. Это глупо. Да, в хронологиях там есть разногласия, это правда, но они везде есть вообще. В разных текстах септуагинта и в разных масоретских текстах. Ну это такое невероятное невежество. Ну, слушайте, ну за кого вы нас вообще принимаете? И когда сейчас всякие лжецерковники поздравляют своих прихожан с новым 2014 годом, они тем самым говорят, Евангелие – это ложь, потому что Христос родился в 5508 году, а значит, никакие евангельские события не соответствуют исторической действительности. А на самом деле Христос родился в 5500 году, и сейчас на дворе 2022 год, а не 2014. Вот это очень важная вещь. Я в самом начале сказал. Вот здесь Герман Львович делает довольно страшное заявление, на самом деле. Во-первых, никто не говорит там, что дата определена точно. Мы все знаем, что дата определена Дионисием Малым с ошибкой. Действительно, это потом ошибка закрепилась с 6 века. В 8 веке в Европе она стала просто уже повсеместной, но никто не перепроверял особо, да, то есть, да и инструментов таких не было. Потом просто уже все книги, все календари были составлены, и переделать это сейчас довольно трудно в общем мировом масштабе. Единственное, что атеисты требуют там не от Рождества Христова, да, не год Господень, да, типа наша эра, да, то есть даже коммунисты не стали ничего переделывать, безбожники. А Герман Львович тут все хочет переделать. В чем ересь? В том, что Христу это не важно. Если бы для Бога были принципиальны все наши хронологии, хроники, хронисты, то есть, кстати, при этом он там делает ошибки в сотни лет, вот он, значит, плюет на историческую последовательность Герман Львович там в сотни лет, а вот тут в 8 лет вдруг делает такой принципиальной вещью, и это как минимум непоследовательно. Но если Герман Львович фактически учит нас веровать в мелочного Бога, который очень сильно зависит от времени, а это ересь, Бог вне времени, у него тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет, это означает, что у него времени нет вообще, ему все равно. Если бы для него это было важно, он бы за этим, конечно, следил. Но он господин времени. Об этом мы, кстати, читаем в Евангелии от Иоанна. Помните свадьбу в Кане Галилейской? Когда у них там оказывается мало вина, и вино кончается, и тогда Богородица подходит ко Христу и говорит, вина нет у них. Что отвечает ей Христос? Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Но Богородица все равно говорит, сделайте, как он вам говорит, и Христос совершает чудо, превращает воду в вино. Еще не пришел час мой. Да, то есть время еще не подошло начаться чудесам. Но поскольку Христос властелин времени, он легко это расписание нарушает. Ему все равно. Он господин времени, он не подчиняется времени. А у Германа Львовича Стерлигова Бог оказывается настолько подчинен времени и календарям, и настолько мелочным, что он, видите ли, будет гневаться. И вот если мы там чуть-чуть ошиблись, Герману Львовичу-то можно ошибаться на сотни лет. А бедному Дионисию Малому на 8 лет ошибившемуся в VI веке без компьютеров, без интернета, без доступа к большим библиотекам и так далее, ему это, видите ли, никак не простительно. И вот Герман Львович будет раздувать из мухи слона из-за ошибки в 8 лет, легко плюя на свои собственные ошибки в сотни лет. Ну, это, знаете ли, по крайней мере, двойные стандарты. И самое главное, Бог-то оказывается у него заложником времени. Да? Он там начинает рассуждать, типа, вот, если бы кого-то из вас там обидели и неправильно посчитали дату рождения, ну и что? Ну и что? Кто от этого обидится? Что от этого изменится? Если человек по документам окажется моложе на 5 лет или старше на 5 лет, ну, это даже старше на 5 лет, раньше на пенсию выйдет, ничего страшного. То есть, но суть от этого не поменяется. Человек не изменится. И самое главное, это никак не изменит отношение друзей этого человека к нему. Да? То есть, наше отношение к Богу никак не зависит от хронологий. А у Германа Львовича зависит. Это сектантское мышление. Да, оно зависит от мелочей, от календарей. Поэтому, кстати, когда-то он единственной правильной церковью считал греческих старостильников. Потом и они ему чем-то разонравились и так далее. И это привело его еще к большей ереси, о которой я скажу чуть позже. И изменил вот это вот, вслед за раввином Акибой и вслед за всеми последующими еретиками, латынами, там, греками и русскими, изменил это уже своим указом Петр I. В 1708 году он издал указ о том, что я, царь самодержец Петр I, приказываю считать, что сейчас не 1708 год воплощения Христова, а 1699 на исходе. И люди послушно прожили еще раз 8 лет. Он сделал это для того, чтобы унифицировать летоисчисление русское уже с греками и с латынами, у которых уже было то летоисчисление раввина Акиба. Это не летоисчисление раввина Акиба, это летоисчисление Дионисия Малого. Вы серьезно? Ну, слушайте. Ой, ужас какой. И это указ Петра, он сохранился, он не секретный, он лежит в Российской государственной библиотеке. Вы можете пойти и посмотреть. Я его снял на телефон, выложил у меня на сайте, тоже можете посмотреть. Это то, что я вам рассказываю, здесь нет ни одной секретной информации. Это все абсолютно открыто. Об этом все знают. Да, только факты перевраны. Летоисчисление Дионисия Малого, святого русской православной церкви, почему-то названо летоисчислением раввина Акибы, который вообще вопросами летоисчисления не занимался никогда. У Шмидта, когда я давал интервью «Комсомольской правды», и у Шмидта по поводу летоисчисления, по поводу того, что сейчас 2000, соответственно, 20 какой-то был первый год, когда было интервью. И после этого подошли к Сигурту Отточу Шмидту, корреспонденту, главному нашему, можно сказать, историку официальному, и сказали, Сигурту Отточу, а что Стерлигов утверждает, что сейчас 2021 год? Как вы к этому относитесь? Он говорит, ну, Стерлигов, открыл Америку. Это знают все образованные люди. Что ж вы нам прикажете теперь обратно все менять после Петра Первого? То есть, это все знают. Нас просто обманывают. Нам говорят, зачем вам это надо? Ну, живете вы во лжи, живите дальше. Зачем нам все эти таблички менять, все календари менять и так далее? Да, то есть, мы живем во лжи из-за того, что Дионисий Малый, да, действительно, ошибся на 8 лет. Ну, и действительно, сейчас, да, попробуй это все изменить. Попробуй со всеми договориться, со всеми государствами и так далее. А кто это главное будет делать-то? Это какой такой орган, которого все мировые правительства послушаются? У нас единой системы меры весов до сих пор нет. У нас стандарта нет, какие розетки сделать, а вы хотите про летоисчисление сделать единый стандарт. Это кто договорится? Даже организация объединенных наций этого не сможет, наверное. То есть, как мы это договоримся? Для того, чтобы было удобно, чтобы у всех был общий календарь, ну, вот его приняли. Да, он на 8 лет отступает, потому что в VI веке человек ошибся. А к VIII веку это уже стало общей нормой. Георгий Львович говорил нам там лжи с три короба. Повторюсь, для Христа это вообще не важно. Это не значит, что мы живем во лжи. Действительно, это любому образованному человеку известно, да. Но проблема установления даты Рождества Христова сделана с ошибкой. Ну, есть такое. Но при чем здесь наше летоисчисление? То есть, это никак не затрагивает подлинность Евангелия, потому что в Евангелии вообще нет хронологии по нашей современной какой-то хронологической традиции. Здесь вся хронология дана по римским источникам, которые уже давно отменены. Почему-то никто не впадает ни в какой соблазн, ни в какую ересь. Просто мы читаем Евангелие и понимаем, что здесь написано. Изучаем, понимаем, живем по правде Божьей. Знаешь, что календари иногда, как-то не нами сказано, все врут календари. Да, календари не точны. Но Бог точен. А Богу все равно, какой у нас календарь. Он вне времени. И мы стремимся жить в вечности, когда и у нас времени не будет. Там в раю точно нет никаких календарей и никакого времени. Так что тут привязываться к ним, ну, это по меньшей мере неразумно. Неразумно. Ну, все нормально. Причем, что вам есть будет от этого лучше, или пить от этого лучше, или там будьте более здоровы от этого. Ну, это ерунда, а не тема. Типа наукообразные рассуждения. А это не наукообразные рассуждения. Это либо объявлять Евангелие ложью, либо подтверждать, что это правда. Вот ни много ни мало вот такое значение, какой сейчас год, 2014 или 2022. То есть тот, кто поздравляет друг друга с 2014 годом, тот тем самым отрекается от Христа. Понимает он этого или нет? Это неважно. Потому что человек, если согрешил и не знал, бит будет мало, а если знал и согрешил, бит будет много. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Это не отречение от Христа и Евангелия, потому что, повторюсь, Христос и Евангелие вообще не привязываются к современной хронологии. И поэтому я призываю вас, дорогие мои, если вы меня обличите во лжи, вы видите меня из заблуждения. Но если вы не сможете меня обличить во лжи, и это все правда, то прекращайте говорить, что сегодня 2014 год, и подписывать всякие бумажки с этой даты. Дописывайте хотя бы там В, Э, ваши эры, там, 2014 год. И только после этого подписывайте. Потому что это как хулана Христа и хулана Священное Писание. Это не мелочь, это важнейшие вещи. Повторюсь, если это не мелочь, а важнейшая вещь, тогда это страшная ересь, которая делает Христа зависимым от человеческих календарей. Тогда грош цена вообще божественности Христа. Если Христос теряет свою силу, Евангелие теряет свою силу от человеческих календарей, что же это за сила Христа и за сила Евангелия? Тогда хронологическая ошибка сильнее благодати Божьей. То есть вы серьезно хотите, чтобы мы в это поверили? Вот эта точка зрения Германа Львовича и есть хула на Христа, что календарь сильнее Христа. Ну, как же? Да, кстати говоря, еще для того, чтобы уж еще закончить, вот обратите внимание, что ты после 1597 года прошло всего несколько лет, и Россия, тогда уже Россия, а не Русь, впала в великую смуту. То есть люди чуть не пожирали друг друга миллионами. Разбились на разные лагеря, там низы ополчились наверха, там было страшно, что творилось. И из этой мутной воды потом Минна Пожарской привели к власти еретиков Романовых. Откуда взялась смута? Вот здесь вот. Откуда? Откуда? Что вот здесь все было тишь да гладь, а вот здесь возненавидели друг друга люди? С чего? Тишь да гладь, говорите? Это монголо-татарское нашествие на Русь, тишь да гладь. Да? Это экспансия, это постоянные войны, тишь да гладь. А в Европе чего не было смутного времени? Они же тоже впали во всякие там типа ереси, да? Почему же только Россия за это как бы отдувается? Ну, это вот сектантское такое мышление. Вот все надо вот под свою теорию подогнать. Оно не подгоняется, оно лезет из всех щелей. Масса недоговорок, масса допущений, просто лжи вот здесь нагромождено, но это куда годится? И опять же выводы космического масштаба и космической же глупости делаются. Смутное время, значит, наказание за Ферраро-Флорентийскую унию. Так Россия же ее вроде как не приняла. А? А при чем здесь доказать? Ах, за унию с греками. Так греки же покаялись. Ах, так а, а, да не, нет, про это зачем говорить? Мы сейчас всю эту ложь склепаем и будем доверчивым слушателям это все рассказывать. Ну, здесь это фейспаум просто полный. Вот если не понимать вот этой истории, то, что произошло при Иове в падении в ересь верхушки государства и верхушки церкви, тогда смута необъяснима. Тогда нужно придумать всякие бредни, то, что убили царевича и Дмитрия и все пошли убивать друг друга. Была страна монолитная, православная. Тут вдруг высший слой, представители высшего слоя впадают в ересь, делают это публично, да еще настаивают, чтобы в приказном порядке все остальные впали в ересь, а кто не соглашается, тех убивают. Ну, пример, митрополита Дионисия или архиепископ Ивра митрополита в сия Руси. То есть, это не то, что там рядовой священник митрополита Дионисия не убивали. Он умер своей смертью. Сместили его с кафедры, повторюсь, за то, что он инициировал, пытался инициировать развод царя Федора с его женой по наущению бояр-шуйских. Ну, что это может быть? Это могло быть только столкновение между людьми. Это и называется гражданская война, смутное время. Это тогда же были не такие чмошники, как сейчас мы. Тогда это было вообще там русский народ был. И русский народ, часть русского народа приняла смерть за веру. Это какая часть? За веру умирали старообрядцы, но старообрядцы вроде как еретики по Герману Львовичу. А кто там умер за веру против греков? Там гонения были какие-то. Что? О чем это он говорит? Что это за русские люди такие, которые отличаются от нынешних русских людей, прошедших Великую Отечественную войну, раздавивших гидрофашизма? Чем-то они особо отличаются от нынешних русских людей, я не очень понимаю. Что это были за такие особые русские люди, которым не чета нынешние русские люди? Для меня это загадка. Какая там массовая смерть за веру в 1597 году? Непонятненько. Я думаю, что вообще, это я думаю, тут я не уверен, я думаю, что вообще последняя попытка возвращения православных к власти это был Степан Разин. Я так думаю, могу ошибаться. Но это продолжалось долгое время. Это было там не 2-3 года. За 2-3 года в Москве определились, что власть Романовым отдали. Но дальше это продолжалось по всей стране. Я это даже комментировать не буду. При чем здесь вообще текст Библии и восстание Степана Разина? Я думаю, что едва ли не весь 17 век. По некоторым оценкам в 17 веке во времена Алексея Михайловича Тишайшего был уничтожен до половины мужского населения страны. Там можно, никто эту статистику не вел, поэтому это может быть только очень приблизительные оценки. Но у нас были очень мужественные предки. Мы с вами потомки трусов. Те, кто отрекся от Христа и поэтому выжили. Погодите, во времена Алексея Тишайшего все же были уже в ереси. Вся церковь была в ереси. Вы о чем? Какое, чего? Они же все стали еретиками, а потом вдруг это. Вы же только что говорили. Все стали еретиками. Реформа Никона, это же как бы реформа еретиков и еретиков. Противостояние еретиков и еретиков. А вы уж определитесь, либо это еретики, либо настоящие русские люди, стоящие за веру. Ключевой вопрос это то, что латыны исповедуют ереси, самый страшный к ереси. Там еще множество ересей у них. Но то, с чего началось само латынство, ерес латынства, это лжеучение о том, что Дух Святый исходит не только отца, но и от сына. И вступление в литургическое общение с еретиками и признание этой ереси и есть впадение в ереси. То есть, это полное отвержение от православной веры. Полное. То есть, это вообще другое вероисповедание. Масса православных иерархов вполне были согласны с этим, о том, что Дух Святой исходит от отца через сына, об этом писали многие восточные православные отцы церкви, канонизированные святые и так далее. Повторюсь, Герман Львович вообще не разбирается в вопросе. Просто совершенно не разбирается в вопросе. А туда же начинает городить вот просто глупость на глупость. Вопрос Афелиоковой не стоит выеденного яйца. А потом еще непорочность папы они приняли, потом они еще непорочность зачатия Девы Марии и так далее. Там вообще у них там пробы негде ставить. Догма о папской непогрешимости или безошибочности в вопросе веры и морали действительно является догматической ошибкой, но это было принято в 19 веке, причем здесь Ферраро-Флорентийский собор. Непорочное зачатие Девы Марии это она зачата была естественным образом, просто католики считают, что она была избавлена от первородного греха еще вот в момент своего зачатия и эта идея есть, например, у святого Ефрема Сирина, у православного святого, то есть другое дело, что в Римкатолической церкви это догмат, а в Восточно-Православной церкви это благочестивый теологумен, частное богословское мнение. Но если не разбираешься в богословии, ну не надо учить, пожалуйста, овцы, не пасите пастырей, древнее святоотеческое увещевание, услышьте, пожалуйста. И вот с этими латынами унифицировались греки, а потом унифицировался Иов. Просто здесь что произошло во время Феррара Флорентийского собора? Греки в Ерис-то впали, но буквально через короткое время, сейчас подробнее расскажу про это время, греки были захвачены турками, врагами Рима. И поэтому никакого литургического общения с Римом у них просто физически быть уже не могло, потому что они были под турками, а это были враждующие государства. И с Русью у них не могло быть общения ровно по той же причине, а не потому, что Русь там, знаете ли, как-то обособилась. Турция и Рим. А на самом деле потому, что византийская делегация вернулась с Феррара Флорентийского собора, и все духовенство церкви Святой Софии в Константинополе отказалось с ними служить сразу же. Не потом, а сразу же отказалось с ними служить. Все константинопольское духовенство тут же прекратил упоминать императора, который инициировал Ферраро-Флорентийскую унию. Народ отказывался посещать службы подписантов, и митрополит Ироклийский, самое главное, принес в Синоду публичное покаяние за подписание Ороса и отказался от своего патриаршества. Потом тот самый Исидор Киевский в Константинополе в Святой Софии все-таки прочитал Орос Ферраро-Флорентийского собора в присутствии императора, епископата Эмирян. А через несколько лет и другие епископы и митрополиты стали просто открыто отрицать свое согласие с этим Ферраро-Флорентийским собором. А потом в 1484 году был собран Константинопольский собор, на котором греки официально осудили Флорентийскую унию. Как же это Герман Львович говорит, что не было никакого покаяния? И до сих пор в греческой церкви считается это недоразумением. Покаяние таким образом было принесено, в конечном итоге уния не была принята греческой церкви. Но они никогда не покаялись в этой ереси. То есть вот акт впадения в ереси Ферраро-Флорентийский собор, деяния собора всем известны. На эту тему написаны тысячи книг, на это существует целое издание воспоминаний, все в деталях, все ясно, все понятно, все документы есть, все подписанные документы. То есть вот это впадение в ереси известно. А вот покаяние в ереси, а это единственная возможность выхода из ереси, которая предусмотрена православным вероисповеданием, покаяние в ереси, его нету. Где оно, покаяние в ереси? Еще раз, не просто покаяние было, а целый собор официально провозгласил осуждение Флорентийской унии. Потому что акт покаяния что означает? Акт покаяния означает, что мы признаем, они вернее признают, что они были еретиками, а следовательно их последующие рукоположения, целый ряд поколений рукоположений недействительны. То есть они уже давно не епископы. Это полная ерунда, повторюсь. То есть рукоположение, даже совершенное еретиком, все равно канонически действительно. Герман Львович не разбирается в каноническом праве, увы. Я это, по-моему, уже четвертый раз говорю, потому что Герман Львович упорно одну и ту же ошибку выдает просто на гора. И покаяние было, и отречение было, но в любом случае все рукоположения продолжают быть действительными, потому что благодать Духа Святого не зависит от личной ереси. Во времена орианской ереси практически все восточные епископы так или иначе получали рукоположение, крещение от амиусиан, от еретиков, но были признаны действительными. От иконоборческих епископов получали епископы рукоположение, и их рукоположения были признаны потом действительными, и так далее, и тому подобное. Потому что за ересь будет отвечать сам человек, еретик, он за ересь попадет в ад, если не покаяться в этой ереси. Но если он был действительно рукоположен и продолжал свое рукоположение, то он, конечно, его рукоположение будет действительным. При том, что тот, кого он рукоположил, он же может не быть еретиком, и чаще всего так и было. То есть, еретики рукополагали православных, и православные просто были в этом сущем сане, приняты всей церковью. Так было всегда. Еще в 4, в 5, в 6, в 7, в 8 веках. Если впал в ересь человек и не покаялся в ереси, с ним нельзя, не то что служить, с ним молиться нельзя. Он еретик. Это каноны церкви, это вселенские соборы, это правила святых апостолов. Все это было бы правдой, если бы кто-то бы доказал, что это все ересь. Ну, на самом деле, постановление Ферраро Флорентийского собора не были ересь. Вот в чем проблема. Я вообще отказываюсь вот все эти анахронизмы дальше комментировать. Это просто уже уму непостижимо. Я не могу это. Слушайте, ребята, я устал. Я уже почти 5 часов записываю эту передачу. Конечно, я потом буду монтировать и резать, но уже я вот сижу почти 5 часов, потому что это, ну, невозможно, ребята. Ну, то есть, ну, куда это годится? Я это, поэтому, прекращаю. Тут, в принципе, еще там на пару каких-то еще фактов там ссылается. Я это даже не лез проверять, потому что это уже невозможно. То есть, человек столько нагородил ерунды. Ролик-то идет 38 минут, а я уже почти 5 часов сижу здесь. Но тут я вам что хочу сказать. В чем самая страшная ересь Германа Леонидовича Стерлигова? В том, что у него Бог оказывается очень слабым. Божья благодать у него совершенно немощна. Она не действует нигде, она не преодолевает никакие человеческие ошибки, она слабее всех человеческих календарей, разделений и так далее. По Герману Леонидовичу Серлигову сейчас не осталось Церкви Христовой на земле. Нет епископов, нет священников, но он говорит, что может быть где-то они есть, но мне они неизвестны. То есть то, что Христос обещал врата ада не одолеют церковь, на это можно наплевать. Герман Леонидович Стерлигов говорит, врата ада не просто одолеют церковь, они ее уже одолели. И все это он делает на основании массы исторических ошибок, неточностей, передергивания фактов, вольной интерпретации фактов. И на фоне ужасающей богословской безграмотности, канонической безграмотности, сакраментологической безграмотности и исторической безграмотности. В какого же Бога верует Герман Леонидович Стерлигов? В Бога, который спасовал перед грехами мира сего? Да, Бог с грехами не мирится, но Бог позволил сатане уничтожить невесту сына своего, церковь Христову. Бог позволил сатане надругаться над телом Христовым, которое есть церковь, и уничтожить его совершенно. Бог позволил сатане уничтожить и ввергнуть в ересь на столетия и тысячелетия весь епископат Церкви Христовой. Что же это за Бог такой? Что же это за церковь такая? Что же это за Христос такой? Бессильный, мелочный, капризный, сектантский и, самое главное, ничтожный Бог, не могущий постоять за себя. Даже когда пророк Илья там говорил «Один я остался, Бог его укорил, я соблюл в себе довольно много человек, чьи колени не преклонились перед Ваалом». Да, мир лежит во зле, но церковь Христова жива и действует по сей день. Благодать Христова не оскудела из-за ошибок в календаре и, конечно, Библия, несмотря на текстологические трудности и разночтения, никогда не была никем переписана и, конечно, церковь Христова, грозная, как полки со знаменами, живет и существует и врата ада не одолеют ее. И я, как епископ этой церкви, открыто призываю Германа Львовича к серьезному покаянию. Помните, вначале он говорил, что я могу ошибаться, поэтому это, дескать, не факт, но в конце он делает крышесносящие выводы о том, что церкви нет, все впали в ересь, все, ничего нет, я один вот тут вот правильно все говорю, значит, и так далее, небольшое количество там моих последователей. Ничего подобного. Церковь есть, а вам, Герман Львович, нужно серьезное покаяние. Говорю вам это как человек, который лично к вам относится с большим уважением и даже симпатией, но, как говорится, Сократ мне друг, но истина дороже. Такой веры в такого Бога и в такого Христа я не разделял и не разделяю, потому что тот Бог, которого проповедует нам Герман Львович, это пародия на Бога. И самое главное, что этот ложный образ, а, собственно говоря, идол, вырисовывается в результате невежества и искажения фактов. Очень жаль, потому что, повторюсь, по-человечески Герман Львович мне симпатичен, хотя я крайне редко согласен с его взглядами, ну, кроме вот консерватизма, там, да, мы все не любим разного рода вот эти либеральные тенденции, там, гомосексуальные вот эти союзы, там, и так далее. Да, тут мы, наверное, сойдемся с ним, но не в вопросах вероучения. Ну, а вам, дорогие мои зрители, большое спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на каналы, поставьте лайки, если вам было интересно, присылайте пожертвования и в комментариях пишите, что вы думаете по этому поводу, напишите, какой еще ролик нужно откомментировать в жанре реакция. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok